Музыка Перед тем, как начать, я бы хотел уточнить Вот с тех, кто присутствует, сколько людей на практике имело дело с тестированием производительности? Любой его формы? Окей Окей Смотрите, я буду ориентироваться все-таки больше на тех, кто никогда с этим не имел дело Но я надеюсь, что то, что я расскажу в тех моментах, связанных с теми моментами, которые мы впечатлили на практике С тем, что мы столкнулись, когда мы попали в agile проект, возможно, будет интересно и полезно и вам Я в основном буду говорить, слайдов будет достаточно мало Поэтому больше ориентируйтесь на меня, чем на картину Так Значит, как я уже говорил, меня зовут Андрей Мне 34 года Я работаю в IT очень странно То есть я работал 10 лет, потом я какое-то время не работал в IT и последние 5 лет я опять в IT Из них последние 2 года я работаю в компании Logica на позиции перформанс-инженера На кастернера в Yulet Packard Закончил я в свое время политех и институт народного хозяйства в Одессе Это два разных института Но это кому интересно Здесь есть мой скайп, он же будет в презентации Если у вас будут вопросы, вы можете найти меня либо в скайпе, либо в LinkedIn, либо в Facebook, где угодно И если вам что-то интересно, я всегда смогу вам ответить после конференции Вот, теперь, собственно говоря, к перформанс-тестированию Очень часто, когда к нам приходит новый кастомер Или просто приходит новый инженер У него возникает вопрос, зачем это нужно Зачем нужно исследование производительности Особенно интересен вопрос у кастомера, которому за это надо платить Он всегда интересуется, что ему это даст и зачем ему это надо Для этого мы подготовили отличный ответ Перформанс-тестирование нужно для того, чтобы заработать больше денег Есть куча исследований по этому поводу Google из года в год приводит факты о том, что клиент, щелкнувши на ссылку И прождавши больше полутора секунд С вероятностью 70% не будет дожидаться загрузки ваших страниц Amazon говорит о том, что 100 миллисекунд задержки, как провели они такое исследование Привело к уменьшению доходов на 1% За счетом их оборотов в 40 или в 4 миллиарда долларов 1% обошелся им очень дорого Yahoo говорит примерно то же самое Все говорят о том, что это деньги, деньги, деньги Исследования говорят о том, что если вы улучшите время работы сайта на 6 секунд Вы получите на 12% больше денег и на 25% больше просмотров Я не могу сказать, насколько это правда Но я точно знаю по себе, что когда я что-то гуглю в интернете и ссылка не открывается в 2 секунды, я иду на следующую А возможно там я бы что-то купил То же самое относится к онпрем приложениям, которые у вас не в интернете У вас чаще всего сейчас средняя база кастомера это примерно 700-800 гигабайт И все хотят, чтобы его запрос выполнялся за 1-2 секунды Никто не готов ждать 30 секунд Или вот интересный пример, который у нас из жизни, я не думаю, что секретная информация Один из пользователей нашего продукта это BMW И выяснилось, что немцы со своей странной логикой работают следующим образом Они приходят в 9 утра на работу и вот с 9 до 9.01 логинятся в систему Все, одновременно И как бы это наш практик, мы такого даже представить не могли и система падает Хотя в общем-то она должна работать Нам выкатили достаточно большую илюлю за это Компания, слава богу, ничего не потеряла на этом Но это один из примеров, что неисследованный момент перформанса вашей системы Может привести к достаточно большим проблемам в реальной жизни Поэтому можно запомнить эти факты и удачненько что-то продать Более того, что интересно Я, кстати, вот это вот я нашел буквально пару дней назад На последней конференции, которая была в Штатах по перформансу Я там, к сожалению, не был, но я посмотрел, что там происходило Они привели такое исследование, что лучше, если ваше приложение или ваш сайт вообще не открылся для клиента Чем открылся медленно Потому что если он не открылся, клиент подумал, ну что-то случилось И попробовал через полчаса Если он открылся и работает медленно, и так каждый день То, вероятнее всего, ваш клиент просто развернется и пойдет в конкурент Поэтому вот в некоторых моментах лучше не работать, чем работать плохо Вот, я надеюсь, что как бы эти факты убедили вас, что это нужно Важно, мы будем этим заниматься Более того, за два года, которые я занимаюсь этим Ну вот конкретно в Одессе, когда я научил заниматься, не было ни одного перформанса инженера Сейчас я знаю о том, что там в шести больших компаниях уже есть вакансии Уже есть люди, которые этим занимаются То есть с каждым годом в Украине это становится все более и более интересной И потенциально выгодной профессией Вот Из чего состоит производительность Здесь я должен оговориться, что в общем-то классификации до конца точной и однозначной нет Разные источники называют одни и те же вещи разными словами И наоборот, обзывают разные вещи одним и тем же словом Я выделю три основные момента, за которые никто особо не спорит То есть в тестировании производительности выделяется Load Testing, Stress Testing и Capacity Testing Load Testing это мы тестируем наше приложение, нашу аппликацию в нормальном режиме работы То есть если мы знаем, что у нас должно приложение выдерживать 500 пользователей При этом там операция занимает не больше секунды Значит мы будем это проверять В Stress Testing мы проверяем то, как наша система относится к повышенной нагрузке И как она после этого возвращается в нормальное состояние То есть вот классический пример, который я сказал Вот BMW со своими инженерами, которые логинятся в 9 утра Вот по-хорошему это будет бы Stress Testing о том, что система должна Даже если и не выдержать в эту секунду То она после этого должна вернуться нормально к нормальному режиму работы То есть она должна не упасть, она должна освободить память Она должна освободить ресурсы и продолжить работать в нормальной ситуации Capacity Testing, честно говоря, на практике я с ним не встречался Но это такой бенчмарк, мы проверяем сколько пользователей Или с каким объемом данных наша система выдержит До того, как перестанет отвечать Либо до того, как она станет отвечать недопустимо долго Мы это проверяли не для юзеров, мы это проверяли для объемов данных В принципе, не очень интересный раздел тестирования Поскольку представляет себя просто набор одинаковых тестов с разными объемами И попытка довести систему до безумия Мне не нравится, но вот есть и такие задачи Так, здесь будет такой слайд капитана очевидности В общем-то, перформанс-тестинг ничем не отличается в плане слова flow от обычного тестирования Мы точно так же планируем тесты Готовим наши environment, скрипты, данные Прогоняем тесты, анализируем результаты И либо возвращаемся на момент подготовки, если нужно что-то поменять Либо на этап выполнения, если у нас что-то завалилось Ничего нового и интересного здесь нет Кроме некоторых моментов Которые приводят к тому, что все не так, к сожалению, просто и легко Что нам нужно для тестированной производительности? Во-первых, нам нужна нагрузка, которую мы должны создать Мы должны симулировать большое количество пользователей Мы должны симулировать или воссоздать большие объемы данных К сожалению, получить данные у кастомера реальные практически невозможно Чаще всего они содержат какую-то конфиденциальную информацию И нам никто их не дает Поэтому нам приходится это создавать сами Соответственно, нам нужно для перформанс-тестирования Юзеры, которых нужно симулировать Нам нужно железо Здесь остановлюсь немножко подробнее Железо, на котором вы собираетесь выполнять перформанс-тестирование В идеале должно быть максимально приближено к продакшену На котором будет бежать ваша система В теории мы можем попытаться прогнать тесты на менее мощной системе И потом каким-то образом результаты экстраполировать Я ни разу не вижу успешного применения этого метода, если честно Потому что учесть все факторы, которые влияют на производительство вашего приложения Не на реальной системе Практически невозможно Более того, мы с коллегами сталкивались с тем, что Результаты на environment, составленные из виртуальных машин Вроде бы полностью повторяющих по конфигурации железа Могут давать среднепотовочный результат Поэтому для хорошего перформанс-тестинга Вам придется иметь лабораторию с железом аналогичным продакшену Или максимально приближенную И с железом, и с софтом Если вы знаете, что ваши кастомеры будут пользоваться Вот такими-то серверами, на которых стоит именно 2008-я Vendai R2, SP1 И Oracle именно 1.2.0.4 Заботьтесь тем, что у вас должна быть точно такая же вала А как на рахунок размеров, если у них есть кластер с 20 машин Нам достаточно сделать тести на одной машине и экстраполировать на 20? Ну, в принципе, я честно, я не сталкивался с ситуацией, когда у кастомера настолько большой environment Но, в общем-то, в идеале вам купите, арендуйте, арендуйте на неделю такое же железо Экстраполяция может вам, ну, может быть, может сработать Но сеть, не факт, что правильно отработает какая-то параллелизация И что-то еще, к сожалению, сводит слишком много факторов, которые нужно учесть Не получается ни просто линейно экстраполировать Ни какими-то коэффициентами... Нет, получится У вас результаты будут Но будьте готовы к тому, что у кастомера они будут абсолютно другие Причем, может быть, лучше, а может быть и хуже Поэтому один из вариантов – это аренда Аренда в облаке То есть постарайтесь иметь у себя что-то среднее Вот чем пользуется большая часть кастомеров Я не говорю сейчас о продукте, у которого один кастомер Тогда в идеале просто приедьте к нему И попробуйте, если он может, прогнать у него Если у продукта кастомеров много И если есть служба поддержки Попросите их узнать максимально, собрать информацию И получить некое среднее железо, на котором работают ваши кастомеры Обычно саппорт эту информацию имеет Более того, если вы работаете в agile, я потом больше скажу У вас еще большая ситуация У вас прямо в вашем процессе есть продукт-полнер Заставьте его узнать, на чем будет работать кастомер Ну, без этого никуда И что нам еще нужно для перформанс-тестирования Что отличает его от обычного Нам нужен инженер, который знает хоть что-то в математике И может проанализировать и подготовить для кастомера Красивый репорт, содержащий там Вот мой коллега любит всякие квантили, квартили Красивые графики Без этого, опять же, очень сложно Перформанс-репорт из себя представляет обычно 20-30 страниц статистических данных Которые, хочешь не хочешь, нужно уметь обрабатывать Соответственно, знание математической статистики Вам нужно будет обязательно Если, конечно, вы не пользуетесь нашим классным продуктом Клодран, который это сделает за вас Минутка рекламы То есть, в принципе, перформанс-тестирование На прошлом слайде я сказал, что это обычное тестирование по процессу Но есть но Вам нужна эмуляция юзеров И, соответственно, автоматизированные скрипты То есть, это automation testing В любом случае Ручного перформанс-тестирования бывает Но это такое Я потом расскажу, когда это конкретно может быть Но это очень большая редкость Вам нужна хорошая мощная лаба И вам нужен инженер со знаниями математической статистики Три момента, которые не дают нам сказать Что требования к перформанс-тестированию Такие же, как к обычному тестированию Вот И приходим мы к тому, что перформанс-тестирование Это в понятии большинства людей Долгий и очень дорогой процесс И тут к нам приходит наш agile Модно, стильно, молодежно Все кастомеры хотят, чтобы даже больших продуктов Чтобы мы ввели какую-нибудь из методологии agile Scrum, Kanban, Xtreme программить Я не знаю, что ж угодно Они хотят agile И по определению Agile Картинка всем надоевшая Я просто не знал, что сюда вставить Agile предполагает, что каждую итерацию Мы кастомеру выдаем рабочий продукт Итерация у нас, предположим, 2 недели И нам в эту итерацию надо каким-то образом Впихнуть наше перформанс-тестирование Которое само по себе долгое и дорогое А agile это быстро и недорого Вроде бы получается, что у нас вещи, которые совместить нельзя Но надо, потому что есть требования от кастомера Здесь дальше я хочу сказать, что все, что я буду рассказывать с этого момента Это исключительно моя точка зрения, основная на опыте Вполне может быть, что сегодня или завтра Вы где-то встретите в интернете или живом человеке Который этим занимается, другую точку зрения Может быть, я не знаю Это то, с чем я столкнулся на agile проектах И то, как мы вышли из этой ситуации И почему я рассказываю именно про перформанс в agile Перформанс в обычной разработке, в V-образной или в Waterfall Это тоже здорово и интересно, но не очень актуально Ну, я не знаю, у многих, кто здесь сидит, у них проект по еще в Waterfall Офигеть, ну в Одессе половина обычно поднимают руки У вас, очевидно, все-таки впереди планеты всей То есть, да, классно, да, здорово, но неприменимо Поэтому, как мы можем совместить перформанс-тест с agile у нас? Да, здесь я хотел показать, что agile это быстро, гибко И у нас чаще всего по классике agile, да, по этой дороге У нас нет в команде закрепленных ролей То есть, у нас ты сегодня программист, завтра тестировщик, послезавтра перформанс-тест Перформанс-тестирование в противовес этому предполагает, что это медленно Нам нужен как минимум стабильный продукт, чтобы на нем работать Нам нужен отдельный большой environment И нам нужен отдельный инженер Который кроме перформанс-тестирования ничем заниматься не будет То есть, в общем-то, все, на чем стоит agile, нам не подходит Но жить с этим как-то надо, поэтому мы начали крутиться Так, когда в вашем agile мы можем начать перформанс-тестирование? Перформанс-тестирование мы можем начать сразу У вас появляется обалденная возможность Вы находитесь в команде, как перформанс-инженер В которой есть, доступен вам архитектор Системный архитектор Разработчики, продукт-олгер Идите сразу к ним и начинайте с ними работать с самого начала Здесь, правда, есть некий requirement Вы должны разбираться в коде В общем-то, знания перформанс-тестировщика В том языке, на котором ваш продукт Они должны быть где-то на уровне МИ-2 демо Иначе жить, конечно, можно, но очень тяжело Вам не о чем будет говорить То есть, вы придете к разработчику с своими результатами Покажете ему, что все плохо Но не сможете объяснить плохо, где и почему И он, вероятнее всего, вас пошлет и скажет Ну что, не знаю, у меня все работает У меня юнит-тесты проходят У меня тестировщики искали, что все зелено А ты иди и ищи Вот, поэтому Вот для того, чтобы успешно работать в Agile Вам все-таки надо знать Ну, знать разработку Ну, сейчас, насколько я знаю Вообще, предполагается, что не останется Мануал тестировщиков Поэтому, ну, в скором будущем Поэтому все равно учить придется Так что сразу можете учить какой-то язык Серьезно Наверное, я не знаю Учитесь и Все остальное похоже Вот Соответственно, вот Не нужно думать, что Перформанс-тестирование вы будете ждать Когда вам выдадут стабильный продукт На который вы начнете писать автотест Ничего подобного Начните сразу Начните с момента еще Когда у вас есть только спецификации Пойдите к архитектору и спросите С какой базы данных он собирается работать Какой стабильный продукт он собирается использовать для кэша Как он собирается построить приложение И, возможно, еще на этом этапе Вы сможете, как эксперт Убедить его, что некоторые его решения неправильные И это спасет и вас, и продукт От мучительного и больного тестирования Потом в дальнейшем Не забывайте, что Чем раньше вы что-то исправите Тем это дешевле Дешевле всего исправлять До того, как продукт еще появился Вот Разобрались с вашим архитектором Начали ваши разработчики Приняли первые Таски Пойдите к ним И Убедитесь, что они Не используют какой-то древний хлам Типа Java 1.4 Или Как вот у нас оказалось Что они не выбрали в качестве Аппликейшн сервера Джетти именно 9.1.3 В котором есть перформанс баг Известный То есть вот Проверьте, что они работают с технологией Они понимают, что Вы с них не слезете И вы будете требовать от них Качества по перформансу И вы придете к ним не просто с наездом Вы придете к ним уже с готовым решением Вы им скажете Чуваки, в Java 1.7 Появилось вот то-то, то-то и то-то И оно работает быстрее, чем 1.6 Пожалуйста, посмотрите Можете ли вы использовать 1.7 Или Вы используете там Блин, вы используете Старый механизм блокировки там В базе данных Посмотрите В Java уже есть там Новый механизм Ретракт Который дает там 40% производительности На ровном месте Прирост Посмотрите Нельзя ли использовать его Вот Следующий момент Вы идете К вашим Это, наверное, следующий слайд Там интереснее Да Вот Но этот слайд Как бы такой Мне он не нравится Ну, давайте так Я сейчас расскажу Что здесь написано А потом вернусь к тому Что я рассказывал Это вот то, что мы можем получить От перформанса в Agile Мы можем работать На моменте архитектуры И код оптимизации Мы можем избежать В дальнейшем Правильно выбрав решение Падения приложений Из-за непонятных причин Кончилась память Кэш не отработал Сеть оказалась Не той системы Мы точно Поскольку мы постоянно Работаем в Agile Мы каждую итерацию Что-то исправляем Мы почти наверняка Выгадаем с релизом Потому что раньше было как Мы Девы писали Тестировщики тестировали И после этого всего Этот продукт попадал В перформанс инженеру В руки Он его брал Подкладывал ему Даже ничего не писал У меня вот такое было Даже писать ничего не надо Ты ему просто даешь Обычную Кастомер подобную базу На терабайт Он ее кушает и падает И ты Вот это вот полгода Ты сидешь ждал Пока не тот продукт За 10 минут его завалил И еще полгода ждешь Пока не его пофиксят И релиз ваш идет Вот Деньги никто не получает И так далее Здесь вы практически Наверняка гарантируете Что вы отрелизитесь вовремя У вас есть доступ К Возможно Реальным кастомерским данным И наверняка У вас будет доступ Поскольку у вас есть Продуктован К Кастомерскую сценарию Сам Аджава Крутится вокруг того Что у вас на руках Всегда есть Примеры Реального использования То Каким образом Ваш кастомер Собирается Юзать продукт Вам не надо Придумывать Сидеть И мучительно Искать в интернете Как он собирается На похожем продукте Как он возможно Это использует Вы его берете И говорите Покажи на что ты будешь тыкать И он вам показывает Такие флоу Я думаю Как тестировщикам Это знакомо Что реальный кастомер Находит такие флоу Которые в голову Могут и не прийти Вот Это облуденно Берете Это все автоматизируете И гоняете Это как тест И соответственно Вы можете вовремя Резоровать Перформанс проблем Вот А теперь к тому слайду Про который я рассказывал Некоторые Best practices Которые мы получили Вот собственно говоря С реально Ваджайл проект И возможно Есть некоторые Из них Спасут вас От Мучительно проведенных Лет и ночей За исправление Перформанс дефектов Постарайтесь И даже потребуйте Чтобы вас Сразу включили Ваджайл команду То есть Вы не должны быть Перформанс инженером В отдельном кабинете Который иногда заходит И смотрит Как живет продукт Если вы Находитесь Там же Где находится Команда Аджан Идите К кому угодно К пему И требуйте Чтобы вас Включили в эту команду Только тогда Вы получите Все возможности Что-то сделать Без этого Работать не будет То есть Ну и в принципе Обычно Никто зажать не будет Ну окей Еще один чувак Хочет поработать Отлично Следующее То что я бы вам Рекомендовал Это пойдите К вашим Ну я предполагаю Что вы уже Перформанс инженером Пойдите к вашим Обычным тестировщикам И Если у вас есть Автомейшн И попросите у них Их Автомейшн тест Очень часто Можно ничего Не переделывая Почти Из автомейшн теста Автомейшн Сделать свои Перформанс тесты Это может вам Сэкономить кучу времени И В двух моментах Во-первых Вам не надо придумывать Что там писать Я имею в виду Флоу Какое описывать Во-вторых Чаще всего С минимальными Изменениями Вы сможете Использовать Их автомейшн тесты В свое Перформанс тестирование Добавите Какие-то метки Там проверки времени Добавите мониторы И запустите его Как перформанс тест Экономит кучу времени Но не всегда Вот Что Мы проверили Вот недавно И сделали Опять же Потребуйте Или предложите Включить ваши Перформанс тесты В вашу систему CICD Catinus Integration Catinus Delivery Каждый день У вас по-хорошему Будет На руках Результат Того Не свалилось ли Что-то за ночь Вы сможете Вовремя Выявить Проблему И если продукт Еще не сильно Закостеневший Быстро найти Ее причину Насколько вы будете Понимать Что Извините Спасибо Что то Что свалилось Сегодня Вероятнее всего Свалилось Из-за вчерашних Коммитов Ну Это искать Сильно проще Чем искать Через неделю После того Как Все свалилось То же самое Что в обычном Тестировании Просто почему-то Не всегда И не во всех Конторах Это практикуют Мы тоже На самом деле Что брать Мы полгода назад Тоже запускали Перформанс тест Раз в сколько Два месяца Раз в месяц Раз в месяц И потом Ходили И искали Кто что Закоммитил За этот месяц И что Макс Шоссомать Старайтесь Это все Сделать Воспользоваться Преимуществом Аджайовой татологии И делать это Регулярно Ежедневно Обязательно Обязательно Вот тут Просто Обязательно Я на своей шкуре Проверил Что бывает Когда этого не делаешь Требуйте Присваивать Дифблокерам Для вас Функциональный Максимальный Приоритет Для того Чтобы вы могли Продолжить свою работу Работа требует Перформанс инженера Очень много времени Если Вы Теряете Время Из-за того Что Дэвы Не пофиксили Какой-то Для вас Блокер Они Отмажутся Вы Наверное Нет Поэтому Опять же Пойдите К вашему Руководителю Проекта И говорите Что любой Перформанс Дефект Так же Как и Секьюрити Должен По умолчанию Иметь Критикал Я не знаю Там Релиз Блокер Ну Все Что можно У вас Поставить Максимальное Чтобы оно По умолчанию Ставилось Это Поменялось Это Поможет Вам Ну Это просто Механизм Который Поможет Вам Нормально Работать Без Этого Будет Очень Тяжело Вот То Опять же Зачем я столкнулся В жизни И думаю Это не только По перформанс Тестировать Да Ну Яполь Ну То есть Так Классический Подход Аджайла Не вопрос Дело в том Что Я же Ну Не вопрос Пожалуйста Разрабатывайте Что-то маленькое И протестируйте Его на чем-то Маленьком Ну Просто Очень часто Даже два Одновременных Пользователя Ведут себя По-другому Чем один Окей Не надо Не ставьте Сразу Трабатную Базу И 10 тысяч Юзеров Попробуйте Это сделать На 10 Пользователях И 150 Мегабатной Базе Вот у нас На этаже Разрабатывали Продукт У них вообще Так смешно Получилось У них нет Тестинга Они Разработали Кастомеру Продукт Который И всегда Его тестили На реальной Кастомерской Базе Как они думали Они взяли У кастомера Базу Она занимает Порядка 100 гигабайт Все окей Наработало А потом Кастомер пришел Сказал Мы короче У себя все Оптимизировали Давно уже Мы вам Сказали И теперь Не одна база На 100 гигабайт А 10 баз По 10 В принципе Ничего Поменяться Не нужно было И продукт Перестал работать Ну то есть Там были Архитектурные ошибки Решения Возможно Если бы Вот как вы говорите На маленьком чем-то Возможно Если бы Не попробовали Хотя бы На двух базах Свой продукт А не на одной Они бы нашли Эту ошибку раньше То есть Не нужно Действительно Вы разрабатываете Что-то маленькое Непонятное Пока на рынке Не надо вам Много И я Дальше попытаюсь Сказать Не надо покупать Кластер Я не знаю Там Арендовать Машинное время Орако Или там Амазона Нормальная Доступная Семь И попробуйте На нем Но попробуйте Не попробуйте Верять Вот 100% Что-то вылезет Не бывает В любом продукте Как только появляется Нагрузка Все меняется На самом деле Очень бывает Плохо написано Все эти компоненты Не все Компоненты Вашего языка Могут нормально Работать С Например Блокировками Как выясняется Внезапно Вроде как Продукт Ну Языкует 20 лет Все должно Быть уже сделано А есть Классы Которые плохо Работают Предположим Многопоточной Реализации Ну Никто не пробовал Есть другой класс Точно такой же С такими же Названиями методов Ничего не мешало Взять его Но не проверили И не взяли Займитесь вот этим Ну Маленький продукт Возьмите просто Можете даже Есть еще метод Тестирования Без нагрузки Возьмите И погуглите Те решения Которые вы Использовали в нем С приметкой Performance Ищу Почти наверняка На какого-нибудь Из того Что вы используете Найдется Новый issue И найдется Вариант решения Воспользуйте Им сразу Можно такой вариант Без денег Без ничего Да Можно сразу Пытание Просто мы можем Дальше Дальше Два слайди Перед тем Там, где ты Розповідал Про то, что Потребно Мати знание Входу И важно Залазить На стадии Ходинга В Performance Чи Performance Инженери Как Например Какие 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 Практики Выкористовуєте Практики Вайдбод Стейсинга Чтобы Знайти Мертвые циклы Я скажу Циклы Не выполняются Коректно Мертвый Я понял Вот Конкретно Это Все-таки Задача Девов Если Мы Работаем С кодом Мы Больше Используем Профайлеры Которые Позволяют Находить Ходспоты То есть Методы И Объекты Которые Предположим Потребляют Больше Процессорного Времени Вероятнее Всего Потом Заглянув В него Я найду Кривой Цикл Но По-хорошему Достаточно Того Что В профайлинге В любом Профайлинге Возьмите Ну блин Сейчас Никто не пишет Как я Сказал Все надо Учить Но на нем Никто не пишет Все пишут На менеджер Языках Они все Нормально Профайлятся Ну да Найдите Ходспоты Для начала Те методы Которые Занимают Почему-то Больше Процессорного Времени Посмотрите На их код Не знаете Не понимаете Что происходит Возьмите Этот метод И придите К делу Который Я его писал Объясни Мне Что ты написал Ну редко Когда есть Совсем Агрессивные Социопаты Которые Тебя пошлют Чаще всего Все таки Можно Считать С собой Архитектора И Что Напугать И Приди с ним Вот Если он вам доступен И попросите Объяснить Что там происходит Возможно Он на самом деле Сам практикал И не сделал Коверич кода Возможно Тогда мы найдем То о чем ты говоришь Какие-то там Ну хотя опять же Неисполняемый код Окей Плохо Но для перформанса Честно говоря Сугубо фиолетов Он никогда не исполняется Хуже он не сделает Вот Что-то зацикленное Но это тоже По-хорошему Вообще Это кстати Это функциональная проблема Она выйдет на этап Функционального тестирования В реальной перформанс Она не доживет Оттуда Но возможно И так Придите к деву Ну то есть Я вам кстати В конце Так Ради фана Привел Приведу Скил лист Перформанс инженера Который требовался У нас в компанию Вот Посмотрим Что там Что там надо Но Не знаете код Ну плохо Но не смертельно Придите к деву Он вам поможет И Но Вот честно Мы на своей практике Не пользуем Тузы Вайтбокса Которые Там Занимаются Каверджем Хода Это все-таки Девовская работа Если они ее не делают Ну Заставьте их сделать На самом деле Перформанс инженер Как бы позиция Имеет офигенное преимущество А в какие-то моменты Вы реально главные То есть Когда все-таки Случилось Если там шло кастомер Случилась какая-то проблема Ее надо быстро решить Вы реально главные То есть Пользуйтесь этим Если кто-то будет против Ну Я же говорю Берите начальство С собой Ну Потому что Реально Вот Перформанс проблемы Ладно Там бог с ним С Амазоном С его там Одним процентом потерь Реформанс проблемы Выявленные у кастомера В продакшене Это обычно Такой головняк Это кастомер Просто вот готов Функциональный И ладно Там есть какой-то Воркараунд Что-то еще Если у него Они заводятся На его DB проект Ну Все Ховайтесь Вы реально будете главным Пока не почините На самом деле Есть два подхода Один подход Прецедентный Вы знаете Что есть Best practices Что если у вас Предположим Веб-приложение Каждый год Опять же Тот же самый Google Публикует Некий набор KPI Для Предположим Страниц Вогина Он говорит Что После нажатия На кнопку Connect Или Вогин Обработка И выдача Следующей страницы Должна занимать Не больше Двух с половиной Секунд Это как бы Для клиента Юзабилити Такое Если у вас Больше Возьмите их Для начала Посмотрите На продукт Который уже Существует на рынке Делающий что-то Похожее Ну как обычно И считающийся Хорошим То есть О котором Хороший отзыв Посмотрите Сколько у них Занимают операции В принципе Есть Просто Справочники Уже готовые Которые писали По-моему Даже психологи Вот для Для UI Это точно есть О том Сколько Должна занимать Какая операция В UI Чтобы не вызывать Раздражение Пользователя Можно так сделать Можно просто Пойти к архитектору Сесть с ним Взять Продукт Оунора И сказать Давайте подумаем Сколько у нас Должна занимать Какая операция Для начала Фильтрация Выдачи Из базы 100 тысяч строк Должна занимать Не больше 60 секунд Архитектор Такой Ну окей Вот Можно таким подходом Использоваться Первое приближение Потом Если у вас будет возможность Улучшить результат Но Вот То до чего я дошел Не надо заранее Оптимизировать То есть Если вы не знаете Что у вас плохо Ну то есть Если у вас Предположим Вот есть 6 секунд Должна выдаваться Выборка с базы Вот А вы такой Блин Я кажется знаю Как сделать за 4 Если она в 6 Не трогайте Пока Займитесь тем Что реально плохо Не надо улучшать Уже хорошее Ну на моменте 1 Займитесь тем Что пока реально плохо Потом займетесь Улучшением уже хорошее То есть Вот Так Суммируя Как бы ваш Ваш вопрос Готовые практики Других решений Есть реально Данные доступные В интернете Не статистические А Ну я же говорю Скорее всего С точки зрения Психологического Для UI Для почти всех Операций UI Для работы На бэкенде Берите архитектора И думайте с ним Чаще всего У него есть Какие-то уже Прикидки в голове О том Как бы он видел Что система работает Ну возможно Его надо помочь Сформулировать их Сформулировать их Но чаще всего Он все-таки Представляет Ну если конечно Это не вы Архитектор Другого нет Тогда вы Представляете Как эта система Должна работать Ну Через пару проектов Вы сами будете Приходить к архитектору И говорить Чувак Я точно знаю Что вот эта операция Должна в хорошем продукте Занимать 3 секунды Он такой Нет Так Это невозможно Ты говоришь Возможно То есть Потом вы замените Этот подход Уже подходом Просто Собственного опыта Вы знаете Что похожий продукт Который вы тестировали Может делать Эту операцию За такое-то время Значит И мы можем Делать Ну вот Такое Смотрите Да Конечно Может быть Но здесь вопрос Такой Во-первых Опять же Ваш Опять архитектор Ваш человек Который ставил вам таски Он знает Сколько Ваша система Должна Обслуживать пользователя В нормальном режиме У него есть Какие-то прикидки Он должен знать Что этот сайт Будет Должен работать Окей Не так Правильная задача Как формулируется Задача Для Нековой операции С точки зрения Перформанса Операция Логин При нагрузке В своем документе Описывающем Вашу систему Вы говорите Мы гарантируем Работу системы При 1000 Одновременных пользователей Больше мы не знаем Кастомер Покупая вашу систему Этот документ читает И знает Достаточно Этого цифра Или нет А может быть Что угодно Вы можете Обалденно Вылизать Ваш продукт С точки зрения Перформанса До 10 тысяч Пользователей Поставьте Миллион Стопудово Он упадет Но Это не ваша задача Вы знаете Что ваш продукт Должен работать Со 100 тысячами Пользователей Или с базой Не больше терабайтов Или С задержками в сети Не более 200 миллисекунд Нельзя решить Абстрактную задачу И сделать Просто универсально Хороший продукт С точки зрения Перформанса Точно так же Как с зрения Функциональности Ваш продукт Может быть Отличным текстовым Редактором Но плохо Обрабатывать фотографии Разные задачи Ну вот смотрите Вот сейчас я работаю На продукте Который Подрабатывает Помогает На продукте Тоже внутри компании Меня попросили Помочь С продуктом Нашим новым Который Живет в аджайле И там Вообще Метрик перформанса Не было Мы реально Сели С системным Архитектором Функциональным Архитектором И Дев Тим Лидом Они говорят Мы Вот тут Путирую Статься Наоборот Они говорят Мы хотим Чтобы 500 Сущностей Ну там Линков Как бы Работали Одновременно Каждые 3 секунды Я говорю Чуваки Оно работать Так не будет Ну потому что Я посмотрел Какой архитектор Не пользуется Какая база давных Как реализована система На что он написан Я говорю Так работать Не будет Почему Я говорю Ну вот я чую Чую не будет Говорят Сколько будет Я говорю 30 секунд Будет Они говорят Мы посовещаемся Завтра к тебе придем Скажем Подходит ли нам 30 секунд Приходят Говорят Окей 30 секунд нормально 30 секунд Сделаем 30 секунд Сделаем Ну вот так Происходит Но здесь ситуация была обратная Здесь я их огорчал То есть как бы Обычно Приходится наоборот Они тебя огорчают Вот А здесь Ну вот так может быть Второй подход Который я еще с ними не использую Но наверняка использую Я работаю на похожем продукте Я скажу У нас на продукте Вот такое быстродействие Это операция Хотите чтобы было такое же Легите лучше Ну там дальше Они будут думать То есть вы Чаще всего ситуация такая Никто кроме вас В этой Даже не то что в проекте В этой команде Перформанса не разбирается Вы можете сказать Все что хотите Ну в общем-то Но естественно Если вы не хотите Что вас уволили Через 3 дня Надо говорить То что вы знаете То в чем вы уверены Вам в этой ситуации Почти наверняка поверят Ну кроме вас Никто не понимает Что может быть То есть Здесь Все карты у вас Но нужно их использовать Аккуратно Обычно По моему опыту Как бы Если вы в этой команде Или в проекте Performance Expert От вас зависит Какие показатели У вас будут в конце Вы скажете Что можно Угениться за 2 секунды Превожение Будет угениться за 2 секунды Скажете Что за 20 И ничего не будете делать Ну все поверят Но продукт выйдет То есть Ну вот такие подходы Такая немножко Политическая должность На самом деле То есть Она очень Очень много Зависит от вас Личное От наших знаний Как вы скажете Так и будет Ну вот такое У меня такого нет Нет Нету К сожалению Нету Какого-то Знаете Документа волшебного В котором Вот это все Описано Есть для каких-то Вещей Есть для UI Есть Каждая Большая база данных Выходит С бенчмарками То есть Оракол говорит Если база данных 500 гигабайт И одновременно Тысяча пользователей Мы гарантируем Выборку Тысячи записей С какой-то скоростью Обирайтесь на эти цифры Если хотите Ну вот так Я ответил Как Хотите Мы сейчас закончим У нас будет Перекур Подойдите Я вам еще что-то Расскажу Из своей практики Да Так вот Возвращаясь к нашим У меня осталось 5 минут Мы не успеем Возвращаясь к нашим Моим Бест практичес Которые я хотел вам рассказать Я вам сказал Не занимайтесь При оптимизации Заранее Боюсь Ну я бы никогда Надо вообще В жизни этот принцип Применять Не оптимизируйте То что уже И так хорошо Нету идеала Не стремитесь к нему Ну по крайней мере В перформансе Займитесь тем Что реально плохо Оставьте то что Уже хорошо в покое И вот Примерно то же самое Нужно понимать Как бы иметь Какую-то чуйку Когда перформанс Уже достаточно хорош Вот наверное Связано вот с вашим вопросом Да как бы Вогин за 3 секунды добились Ну наверное Можно и за 2 Законадали Если клиент доволен Тремя секундами Оставьте его в покое И живите с этим перформансом Займитесь чем-то другим Вот тут нужна Тут нет опять же правила Вы рано или поздно Чувствуете чувствовать Когда нужно остановиться Когда уже вроде бы Все неплохо На самом деле Я В общем-то Практически закончил У меня есть еще Один слайд О том Где я рассказываю Что Деньги 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 Еще 2 года назад Для перформанс теста Нужны были Очень дорогие инструменты Именно программные Все Индустриальные продукты Для перформанс тестирования Очень дорогие Это многих останавливало Особенно на маленьких проектах Никто не готов Был бы вкладывать деньги А писать На охладной программе Как-то не позволяло этика Сейчас ситуация поменялась Вот реально На вскидку Просто набрав В гугле Перформанс тулс Я нашел Первые 5 ссылок Бесплатными продуктами Которые позволяют Заниматься Перформанс тестированием Ну Наиболее знаменитые Это J.Meter Апачевский И Яндекс Танк Хотите Можете попробовать Они бесплатные Они В принципе Для небольших проектов Подходят Ну Но лучше Лучше Вот Опять же Минутка рекламы Компания Квилит Паг Вам после меня Будут именно про этот продукт Рассказывать Давно уже И достаточно успешно Выпускает продукт Улодранер Для перформанс тестирования Опять же Раньше у нас Стою кучу денег Сейчас есть шар Есть комьюнити Лицензия Она позволяет Она дает полную функциональность И позволяет Ранее Сколько там 50 50 юзеров Для большинства проектов Для начала Это с головой Если вам интересно Попробуйте Просто Она бесплатная Ее можно накачнуть бесплатно Попробуйте Поиграйте с ней Она будет Она удобная Она действительно Один из лидеров Ну вот То из чего я веду А там Глянь же Купите что-нибудь Но мне за это Не платят Это же последняя Бесплатная конференция Я именно ей пользуюсь Но мне проще Я работаю На Юли Пакарте И было бы Нет Я могу конечно Притискать Что у IBM Есть Силп перформанс Силп перформанс Да И что типа У конкурентов Есть как бы Обладенный Наверное Продукт Но было бы глупо Я пользуюсь Только не лодранером Лодранером Это стендалон приложение Мы пользуемся Опять же Если кто-то будет пользоваться Есть У них есть решение распределенное Перформанс центр Он позволяет работать Одновременно Географически Распределенным командам Над одним проектом Ну то есть С вебмордой С более удобным Одновременным доступом К проектам Сценариям Результатов И так далее Но лодранер В общем то Делает то же самое Только это Продукт для одной машины Вот А не то что я говорил Вот Краткий перечень Задач Которые выполняет Перформанс инженер У нас в команде Вот А вот здесь Скилл серп По которому мы Отбираем кандидатов Ну Узнание Перформанса Органы Мезусквели Скельтюнинга VR-репорты И перформанс Профайлинг Мезусквеля Windows, Linux И все остальные Операционки Сети Вебсервера Браузеры Еще раз Перформанс Java, .NET ВБ Хорошо если Python, PHP И что-нибудь еще Java SDK Java Performance Тузы .NET Профайлинг HTTP REST HTTPS SSL Security Ну все Вот Поэтому если вам интересно Быть перформанс инженером Вы можете Выписать вот эти пунктики И начинать читать И там Да Не Ну на самом деле Не так все страшно Если у вас есть желание И у вас Где-то Вы хотите этим заниматься В пределах Досягаемости Есть команда Которой нужен Перформанс инженер Придите И попроситесь Возможно Они во-первых Сами не знают Что должен Уветь перформанс инженер Я уверен В это Если у них Не было А во-вторых Во-вторых Пользуясь Во-вторых На самом деле Сейчас есть Много инструментов В том числе Во-вторых Которые вам позволят Для небольших Проектов И для старта Даже не разбираясь В коде Писать Перформанс тест Автоматически Ну да Корявенький Да Не очень Как бы Масштабируемый Но тем не менее Даже если вы Никогда ничего не писали Попробуйте Попробуйте Любой продукт Для перформанс тестирования Почти все Не позволят вам Написать Не разбираясь В коде Уже какие-то тесты Так же Как большинство Продуктов Для UI Automation Сейчас позволяет Накликивать Да Если я правильно понимаю Сценарий Для Автомейшона UI То есть Попробуйте Рискните Я надеюсь Что у вас все получится У меня все Вторая часть Нашего Тренинга Она посвящена Собственно говоря Продукту Который Задает Это сливые стандарты Так сказать В области Перформанс тестирования Я являюсь Одним из представителей Команды Лодранера И Собственно говоря Перед тем Как ребята Владимир Продолжит И расскажет О том Что такое Лодранер Как он организован Я дам Немножко статистики О том В принципе Как наши Кастомеры Используют Собственно говоря Лодранер Зачем И так далее Свои контакты Я не даю Потому что Информация Информация Не совсем Доступная Это В общем-то Получено С помощью Наших Контрагентов Но мы всегда Можем договориться Так что Если вам Нужна какая-то Докумительная Информация Приходите Вот Таким образом Немножко статистики Я думаю Что это позволит Вам понять Собственно говоря Как лучше Использовать Лодранер Для чего И так далее Вот Начнем Собственно говоря Зачем Обычно Наши Кастомеры Используют Лодранер И что Они С помощью Него Добиваются Как обычно Там Целый ряд Пунктов Мы остановимся На первых Топ-четок Самых важных Вот Значит Сейчас я Немножко Дам небольшие Комментарии Итак Последние Нижние Два бара Это Собственно говоря Говорят о том Что Большинство Кастомеров Практически 90% Если не ошибаюсь Они Во-первых Тестируют Перформанс Своих Наиболее Критичных Аппликаций Вот Они Тестируют И минимизируют Риски При выходе Вашего Продукта На рынок Вот На третьем месте Идет Оценка Вашего Перформанса На наиболее Комплексных Энварментах И четвертое Что лично Удивило даже Меня Это вот Они повышают Собственно говоря Фидбэк И удовлетворенность Кастомеров Вот С помощью Нашего Продукта Да То есть По сути дела Как мне рассказали Как это все происходит Они приходят к кастомеру И говорят Давайте мы Улучшим Что-то То есть Ваш канал Будет работать Быстрее Это как бы Уже исходит Собственно говоря От Перформанс Инженер Вот И так вот Собственно говоря Что позволяет Делать Лодранер Вот Может возникнуть Вопрос Почему Собственно говоря Лодранер Вот Существует Огромное множество Всяких инструментов Которые позволяют Делать плюс-минус То же самое Вот На последующих Несколько слайдах Я попытаюсь Ответить на этот вопрос Вот И так Собственно говоря Преимущества Лодранера С точки зрения Наших кастеров Вот Первое Это широкий список Протоколов Ну В терминологию Вдаваться не буду То есть Второй доклад Он немножко расскажет По терминологию То есть Суть и дело Это поддерживаемые технологии Вот На втором месте У нас идет То что уже говорил Андрей Это мощные инструменты Анализа И мониторинга Вот По сути дела Немножко дальше Будет раскрыта Эта тема Вот Присутствие на рынке Что имеется ввиду У Лодранера Достаточно Большой комьюнити Есть форум Есть официальный саппорт Вот То есть Это по сути дела Тоже позволяет Вам Развиваться И использовать этот продукт И последний пункт Простота в использовании Ну Я честно сказать Буду тоже удивлен Но вот Да Кастомеры считают Что наш продукт Просто использован Вот Сегодня у вас Будет возможность Этому убедиться Поэтому я думаю Что Мы это дело проверим Вот И так Мы доминируем На рынке По сути дела Вот Мы только что Сковорили С вами Немножко о том Что у нас есть Инструменты Для мониторинга И тестирования Вот Немножко собраны Много статистики Выглядит Примерно вот так Снова Не вдаваясь Терминологию Контроллер И анализ Это Инструменты Лодранера Вот Ну Собственно говоря Поведение Аута Это Такие Какие-то Метрики Которые вы Снимаете Собственно Девятую Аута И Азер Это Любые Другие Инструменты Насколько мне Известно Вот В этот Пункт Была Включена Также Некоторые Инструменты С которыми Мы можем Интегрироваться У нас Есть Например Интеграция С Сайдскопом Это Тула Которая Позволяет Дополнительно Мониторить Ваши Личные Метрики Вашего Диагностики И так далее Эта тема Тоже Будет Немножко Затронта В третьем Нашем Докладе Но В принципе Даже Если Не рассматривать Этот вариант Вы можете Увидеть Что Контроллеры Анализ Они В принципе Доминируют Таким Образом В вашем Базовом Вариате Он Довлетворит Ваши Потребности Сейчас Так Точно В принципе В дальнейшем Я думаю Тоже Плюс Добавьте Интеграцию Я не думаю Что Андрей Может Пойдет Как бы меня Поправит Но Я думаю Что Вудран Достаточно Для Мониторинга И Анализа Да Рассасываются Старые Рубцы Вот Вот Движемся Дальше Список Поддерживаемых Технологий Да То есть Какие технологии Тестируют Кастомер Тоже Остановимся Снова На Топ Четырех Технологиях Вот Здесь Вы можете Увидеть Что Это Веб Веб Сервисы На третьем Месте Аякс На четвертом Орак Ну и так Далее Могут Возникнуть Вопрос Почему Аякс Он только На третьем Месте Суть Дела Модная Фишка Там Все Такое Объясняется Это достаточно Просто Среди наших Кастомер Достаточно Много Крупных Компаний Озвучивать Их Я к сожалению Не имею Права Но Идея В чем Что Им Для того Чтобы Внедрить Что-то Новое Нужно Кучу Все Приписать Всякие Процедуры Сертификации Вот Это Все Занимает Очень Много Времени Поэтому Например Аякс На третьем Месте Это Достаточно Хорошо Как По мне Но В то же Время Мы Стараемся Поддерживать И старые Технологии Здесь Например В этом Списке Видите Silverlight И Идем В ногу Со временем Разрабатываем Различные Тузы Которые В общем-то Позволяют Записывать Тот же Аякс В принципе Тоже В мастер Классе Мы Немножко Затронем Тем Записи Всяких Модерновых Штук Вот Вот Хотелось Бы поговорить Про Такую Одну Из наших Фишек Вот Ну не знаю Если читали Где-то На форумах Наверняка Вы сталкивались С таким понятием Как Тухлайн Вот Обычно Говорят О том Что Он Позволяет Записывать Веб Вот Сложный Веб Который Обычно Например По такому Web.http.html Вы Никого Не можете Записать Потому Что Там Есть Асинхронный Вызов И что Нибудь Еще Такого Плана Но Хотелось Бы Поговорить В разрезе Того Что Возьмем За 100% Время Разработки Старыми Методами С использованием Старых Протоколов То Например Для маленьких Компаний Разработка Такого Же Скрипта Она Будет Занимать До 75% От Оригинального Времени Соответственно Для Средних Компаний Это Будет 50% И Для Больших Компаний Это Будет Тоже Снова 75% Итоговая Картинка Небольшой Мой Коммент Как я Это Вижу Я Не могу Сказать Что Это 100% Так Почему Именно Такое Распределение Если У нас Какая-то Маленькая Компания У нас Небольшой Продукт То В принципе Разработать Вы Скрипт За 2 Минуты Или За Минут 30 В принципе Разницы Вы Большой Не Увидите У Больших Компаний У них Как правило Много Технологий У них Большой Энвармент И Один Инструмент Такой Подуклай Он Может Что-то Вам Сэкономить Но Вряд ли Вы Ускорите Процесс Разработки Всех Своих Performance Тест В Средние Компании Когда В принципе У вас Достаточно Какие-то Большие Приложения Но Спектр Технологий Не Такой Большой Если Удачно Подходит Уклай Он Удачно Выбрал В принципе Он Позволяет Достаточно Быстро В реальном Виде Просто Набрасывая Стефы Вот Как я сказал Мы это уже Покажем Достаточно Быстро Разрабатывать Ваши скрипты Вот Ну и Используя Одран Можно Заняться В свободное Время В любимом Занятиях Итак Помимо Всего Прочего Одран Призван Создавать Некоторую Нагрузку Несколько Следующих Слайдов Они будут Посвящены Собственно Говоря Описанию Той ситуации Той нагрузке С помощью Которую Мы можем Создавать Тоже Есть такой Список Global 500 Это 500 Наиболее Успешных Широко Известных И так далее Организаций Некоторые Из них Являются Пользователями Нашего Продукта Доблесно Вот Например Если мы возьмем Банковские Учреждения Достаточно Такие Консервативные Как вы знаете Организации Вот Они Для Для нагрузки Каких-то Своих Отдельных Аппликейшенов Они используют От 10 тысяч Виртуальных Пользователей Ну грубо говоря 10 тысяч человек Где-то Минимум И дальше В принципе Ну вот Какие Входица Инфраструктура От Водраннера Для тестинга 10 тысяч Это Проблизно Не могу сказать Не могу сказать Ну если интересно Зависит от типа скрипта Который вы используете Если вы используете CPS HTTP HTML Это самый легковесный Скрипт Который Есть у Водраннера То Мы на своих Анварментах Поднимаем До Ну вот Мы пробовали Мы поднимали Там Вот Вот Был Проблема Мы Миллион Хотели Поднять Миллион Не получилось Но 600-700 тысяч На трех Генераторах Получается А я вам на увазе В плане грушей Дорого В плане денег Дорого Значит На что У нас После меня Будет вступать Владимир Такой суммы Еще не приду Да Он Залис По лицензии То есть Он может Немножко Больше Рассказать Вот Идея в том Что Это зависит От типа Скрипта От тех Пользователей От этого количества Которое вам надо Как они будут Бежать И так далее Если там целый В принципе Спектр этого дела Можно посетить Отдельную Десятиминутную Лекцию Вы позвоните в HPO Где специальный Путинщик Он вам там Два часа Расскажет С танцами Итак Продолжаем Тоже 42% наших Кастомеров Используют От тысячи До десяти тысяч Пользователей Вот 22% От пятиста До тысячи И 18% От десяти До пятиста Итоговый график Что можно По нему сказать Что конечно Абсолютное Подавляющее Большинство Наших кастомеров Это Большие Организации Которые используют Минимум От тысячи Пользователей И дальше Пошло Но в то же время Если обратить внимание На нижний бар Пациентов 18 Допустим Наших кастомеров Это маленькие организации Которые начинают От десяти пользователей Таким образом У нас в принципе Есть и те И другие кастомеры И по сути дела Лобранер Я к чему веду Он может успешно Применяться Как для средних Больших Маленьких Организаций Вот Это наши кастомеры Они все Все разные Чем-то они похожи Я думаю Что со временем Существует Как Андрей сказал Есть у нас комьюнити лицензия 50 пользователей И вы тоже Станете нашим кастомером Вот Что я хотел сказать На этом слайде Волдранер Волдранер Он как наркотик То есть По сути дела Вы его один раз взяли в руки И вы в него влюбились 32% наших кастомеров Тестируют От 70 до 90% Своего инварема С нашим продуктом Вот Итоговый слайдик Сейчас мы на него Более подробно посмотрим Нижние три бара Виде То есть В принципе 100% Энваремента Тестируется Не слишком Значительным процентом Кастомеров В районе 13 Вот Самый большой процент Как я уже говорил Это 32 От 70 до 90 Вот И тоже 15% От 90 до 100 Если мы сложим Все эти три показателя Мы посмотрим Что абсолютная большинство Наших кастомеров Покрывает абсолютное Большинство Своего инваремента Вот Таким образом Что мы имеем Что в то же время Вот Первый Барчик Вот То есть До 10% Инваремента Покрывается Тремя процентами Нашего кастомера То есть По сути дела Людей Которые там Взяли Что-то Написали И все Их достаточно мало Вот Вторая строчка От 30 до 50 Тоже Достаточно Значительный Показатель Примерно 23% Вот Есть у нас Такие кастомеры Которые пишут Фокусный тест То есть Они знают Что у них там Не знаю Самая проблемная Это база данных Вот И они Грузят с помощью С этих перфоманс-тестов Именно ее Вот Таким образом Им в принципе Нет смысла Тестировать Что-нибудь другое Вот Поэтому В принципе Начав с Отранером Я думаю Что вы там Со временем Напишите Большие тесты Покроете максимум Своего Энвармента Вот И все у вас Будет хорошо Вот Любая Презентация Не обходится Без котика Поэтому Котик Котик Да Он не несет Какой-то информационной Нагрузки В виде В виде суммаризации Что мы имеем Большой список Поддерживаемых Технологий Инструменты Для анализа И для мониторинга Уже встроены Это второй Второй пункт Третий пункт Это широкая Масштабируемость В плане Применяемой Нагрузки То есть Начиная Вот там Одного-двух Пользователей До старта И заканчивая Если какие-то Крупные проекты Купаете лицензию Вот И в общем-то Работает 5% Стоимость лицензии Которую мы получим Вообще здесь Ни при чем Да Мы как всегда Можем договориться Вот Если вы еще вопросы Можете мне их сейчас задавать Вот после меня Будет выступать Владимир Который расскажет Про OutRunner Более подробно Вот Он немножко даст Терминов Поэтому может быть Стоит вопросы задавать Мне после того Как Мы будем говорить Примерно на одном языке Вот Такое Орг объявление У нас сейчас Три получается Коротких докладов Это сразу До 12 часов Потом опять Шара Кофе, печенье А потом Мастер-класс Чтобы вы понимали По времени Как Ну и где Я не знаю Может Супер на Звучит начальщик То есть Вырустовывает OutRunner Для того Чтобы Работать Перформанс Да Вопрос заключался в том, поддерживаем ли мы с помощью loadrunner интеграцию с клаудом, тестирование, все округ. То, что я знаю из практического опыта, это то, что у нас есть интеграция с клаудом. Это Azure, Amazon и HP Cloud. Вы можете в клауде развернуть load-генератор. Это, собственно говоря, та компонента, которая создает нагрузку. То есть, по сути дела, вы купили какой-то environment достаточно мощный для того, чтобы создать большую нагрузку. Вы из клауда ее создаете. Если у вас в клауде развернут ваш environment, который вы тестируете, в принципе, нам все равно поедет. Но реальных примеров такого я не встречал пока. То есть, у нас в клауде есть... У нас есть два продукта со доступом, они в клауде. Для нас и для вас, если это аут в клауде, то это тот же самый веб-морде. Вы, наверное, говорите о кеолог-генераторах, которые создают... Да, ну, например, есть какие-то темплейты на Amazon Marketplace, которые можно поднять в своем аккаунте. Да, у нас есть темплейты. На эта тема тоже отдельная лекция, в принципе. У нас есть темплейты для Amazon и для HP Cloud. Для Jura у нас нет. То есть, в принципе, можно. В принципе, я тебя правильно понимать. Вот как раз следующий продукт, который HP разрабатывает, как он там, веб-шторм, да? Веб-шторм, да. Потом будет заточен вообще под клауд и спешительное. То есть, вот он выйдет, наверное, через года... Ла. Ла. У вас почему придашим жизни? Ну, конечно, еще можно с помощью лог-дранера, а если нет, то как вы генерируете какие-то псевдоданные, на ближнее до реальных данных? Например, у вас есть туза, которая, в принципе, зависит от того, какие данные будут в базе... И как вы решите это вопрос? Сложный вопрос. Опять-таки, примеров каких-то конкретных я не скажу. Это не задача, по-хорошему, никак. Это не задача инструментового драмера. Нет, никак вы пишете либо свой data-спамер, data-генератор, который генерирует кастомер подобную структуру данных. Опять же, вы идете к кастомеру, просите у него информацию о том, какие у него реальные данные. Объем, структура, какие таблицы, индексы и так далее. Если дает, хорошо. Если нет, пытаетесь продумать за него, как бы вы построили базу данных для кастомера вашего приложения. После чего, к сожалению, пишете эту узу на любом доступном языке и генерируете эти данные сами. Либо, если у вас хорошее отношение с кастомером, как у нас, например, можно у саппорта, саппорт выпрашивает настоящие базы, они там затирают какие-то финансовые просто данные критичные и отдают нам реальные свои кастомерские проекты. Мы делаем на них. То есть, других вариантов я в природе не знаю. Если еще, например, кастомер через суши данные, например, секьюрии, и кастомер обновляется давать вам седанию базу, вас будут завидовать секьюришную? Опять же, два варианта. Первый, попросить мне хотя бы схему базы без данных и уже нагенерировать данные самому. Второй вариант, если он даже это не дает, ну, тут уже как бы с потолка брать, предполагая, что вот, наверное, я бы на месте кастомера построил бы вот так, это раз, а второй вариант, это если мы говорим вообще о какой-то специфичной именно кастомерских данных, тогда нужна их структура, да? А если он, это пользователь нашего продукта, у нас же есть структура нашей базы, с которой мы работаем. Ну, генерировать туда какой-то мусор, похожий на реальные данные. То есть, другого варианта, к сожалению. Ну, ситуация наступная. У вас есть полза, это парсия, например, мило. Да. Кастомерский мило. Кастомерский сказал, я не могу дать вам базу с этими листами, потому что это не секьюринг. Окей. Тут вы пишете, вы генеруете в базу, но оно не есть схожим, потому что один лист может быть величиной 20 метров, а один может быть 10 килобайт. Да. Вы не генеруете миллион листов по 10 килобайт без вкладки? Нет. И парсик будет работать нормально? Нет. Нет. Я не буду так. Ну, блин, у нас, конечно... Ладно. Быстро. Во-первых, у вас есть спецификация вашей системы. Вы мне пишите, наш парсик будет работать нормально, если письмо содержит размерами текста до 15 килобайт, и оттачиваем до 20 метров. Потом вы примерно представляете, сколько в реальной переписке. Вы просто сядьте и подумайте. В общем объеме будут вот таких писем. 2%. Ну, например. Значит, из 10 тысяч писем, которые вы генерируете, вы генерируете с 15 килобайтным текстом и 20-ти мегабайтными вложениями. 80% в реальной переписке – это обычный текст с небольшими док-доками вложениями. Ну, просто возьмите... Блин, пойдите, посмотрите свою почту. Вы стандартный пользователь почты. Посмотрите, сколько у вас. Сгенерируйте хотя бы такое. Одинаково генерировать нельзя. Это не релевантно. Это не customer-like. Но вы customer, если это такое приложение, вы реальный customer. Посмотрите на свою почту и сгенерируйте что-то подобное. Ну, например. Ну, опять-таки, дни средствами вложения. Нет, конечно. Ну, это и не задача этой системы. Украдите вас. Еще вопросы? Да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я могу добавить. У меня есть опыт работы с такими секерными данными. Я работал на компанию TD Ameritrade. Это данные... В принципе, наверное, все слышали, что в США есть такое понятие SSN-номер. Если его получить, ты получаешь полностью доступ ко всем финансам гражданина США. Нам приходилось тестировать с использованием вот этих вот данных. И что в этом случае делается? Необходимо просто составить вместе с security-инженером план по дату маскингу. И убедить кастомера, что его данные будут защищены. И после даты маскинга показать, что остается. В принципе, все символы сохраняются. Длина названий имейлов, оттачненные. Все это подменяется. Но для того, чтобы вам кастомер поверил, необходимо это произвести на живой базе. Дать им провалидировать. И разрешить и security-инженеру сказать свое слово, что да, это можно отдавать. Иначе, в принципе, от балды очень тяжело, на самом деле, провести тестирование. Особенно, когда у тебя не просто email. У тебя есть расчетный счет, адрес, телефон. Вынос такой базы с территории, допустим, логики чреват для такой компании огромными потерями. Так, к примеру, вынос базы аутсорсинговым клиентам из Индии обошелся компанией T&M Retrade искренне в 10 миллиардов долларов. Это очень дорого, это очень больно, поэтому на сегодняшний день есть эти решения. Очень часто просто логики, в принципе, я не встречал таких крупных проектов, которые работают с такими большими данными. То есть большинство даже сотрудников логики не слышали, что такое middleberg. Это тоже, как бы... Счастливые люди. А, да. То есть, в принципе, вот тебе ответ. Тебе надо просто зайти к security-инженеру и сказать, вот у меня есть такая проблема. Кастомер не дает данные. Езжай к нему. Ваяльник? Делай все, что нужно, опиши, докажи и возьми их security-инженера. Все это возможно, то есть решение есть. Они не тривилиальны, они не всегда видны, они не всегда на поверхности. Ну вот, как бы, пример с практики. Это так. Меня зовут Владимир Величко. Я QA-инженер команды LoadRunner. Тестирую LoadRunner 4 года. Вот. Вам расскажу краткую овервью и основные понятия этой программы. Вот. Я отвечаю за качество продукта. Если в слове LoadRunner вы найдете пробел где-нибудь, это я не доработал. Вот так. Так. Ничего не происходит. О, есть. Ну, у нас есть программный продукт какой-нибудь. Есть кто-нибудь еще из-за дела тестирования здесь? QA-инженер. Отлично. Кто-нибудь меня поймет. Ну вот. Если мы спрашиваем, что с нашим продуктом, мы его начинаем тестировать. Написал план. Вот. Просмотрел код. Поймал все дефекты. Баги они же. Еще есть такая классная штука. Monkey Testing называется. Это мы начинаем вот так вот нажимать что-нибудь. Что-нибудь двигать. И если вдруг оно поломается, значит мы нашли дефект. И традиционные методы тестирования также используем различные. Вот. Ну, потестировали мы свой продукт. Да. Попросили еще нашего друга потестировать. Это будет модуль. Он будет выступать потом. Да. Спасибо за рекламу. Я вообще-то не знаю, кто из них это изображен здесь. Ну ладно, не важно. Вот. Если ваш продукт, ну, будет использоваться большим количеством пользователей одновременно. Это какие-нибудь почтовые сервера, например, как Gmail или там розетка, интернет-магазин и так далее. Ну, многие другие продукты. То для этого мы можем, обязательно должны использовать load testing или нагрузочное тестирование. Ну, как это сделать? Просто. Вот я взял, начал тестировать, кликаю там что-то, зашел на интернет-магазин, попросил своего друга. Мы вдвоем начинаем работать с продуктом. Нормально все. Всех своих друзей позвал, и мы все одновременно заходим на наш сайт. Ну, проблема только в том, что у меня мало друзей. Честно говоря. Да. Поэтому я уже начинаю всех подряд звать. С улицы людей, там, друзей своих друзей. Вот. Они своих друзей зовут. Вот. Ладно, говорю. Набрали толпу, наконец-то. Все хорошо. Проблема. Где взять столько компьютеров? Как их всех синхронизировать между собой? И как анализировать, ну, вообще наш load test? Что делать? Эти, масса всех этих проблем решается одним словом. Это load testing solution load runner. Запомните одно слово. Если увидели два слова, это подделка. Вот. Отлично. Ну, о нем я вам и расскажу. Ну, сначала краткий словарь. Вот. Что мы сейчас просмотрим? Application under test. Бизнес процесс. Транзакция. Script user. Параметр корреляции. Сценарий. И рендеву. Поехали. Значит, application under test или out. Это программа, которую мы тестируем. Все просто. Следующее. Бизнес процесс. Бизнес процесс. Это все те действия, которые обычные пользователи выполняют над нашим продуктом. Ну, например, вот как я тут использую пример программы Facebook. Навигация на страничку. Дальше ввожу credentials, логин. Добавил фотографию, допустим. Вот. Просмотрел фотографию. Это пример бизнес процесса. Они могут быть различными. Edition profile, да. И так далее. И выше в итоге. Вот такой бизнес процесс. Они могут быть всевозможными. Ну, естественно, до того, как мы начинаем работать, создавать наш тест, надо обязательно придумать хороший реальный бизнес процесс. Дальше. Транзакция. Транзакция это способ деления нашего бизнес процесса на некоторые логически завершенные части. Они используются для того, чтобы измерять, сколько времени занимает то или иное действие или последовательность действий. Например, вот наш бизнес процесс я разбиваю на транзакции. Ну, допустим, навигация. Это у меня будет транзакция. Navigation. Вот. Дальше. Type credentials and login. Я назвал это логин. Как ни удивительно. Похожее название. Дальше. Add photo, view photo, edit profile. Все одним словом. У меня будет some actions. Ну, и логаут. Угадайте, что? Sign out. Нет, шутка. Логаут тоже. Правильно. Вот. Ну, соответственно, как используются транзакции. То есть мы делаем лот-тест и, допустим, транзакция логин, о чем вот и до меня говорили тоже, занимает, если я сам работаю, например, 2 секунды на сайт, допустим, со своими друзьями восьмером тоже 2 секунды и 100 юзеров тоже 2 секунды. А 10 тысяч раз и уже 20 секунд, например. Это плохо, правильно? То есть эта транзакция, она измеряет, сколько вот времени занимает это то или иное действие или последовательность действий. Это мы все дальше увидим. Дальше. Скрипт. Скрипт – это наш бизнес-процесс, но записанный в виде программного текста. Тут, кстати, вы видите именно текст записи того сайта, который до этого показывали. Дальше. Вьюзер. Вьюзер – это имитация действий пользователя реального с помощью программы лодранер на основе записанного нами скрипта. Параметр. Параметр – это дополнительная возможность лодранера. Мы можем взять и изменить некоторые изначальные значения на другие нами заданные. Вот в этом примере, допустим, я залогинился под одним юзером. И тут мы можем параметризировать логин и пароль. Так. Вот здесь показано, что значение вангог, 4 единицы и так далее было заменено на параметр логин. И справа – это таблица параметров. То есть дальше мы можем подставлять для разных пользователей различные значения. Дальше – correlation параметр. Градко прикоснемся здесь к нему. Далее будет более интересно рассказано. Значит, есть такие ситуации, когда мы записали скрипт, а некоторые параметры изменяются со временем. То есть, допустим, здесь показан календарь, время. Как видите, мой скрипт был записан 3-го числа. А сегодня у нас уже какое? 6-й. Спасибо. 6-й. Соответственно, если я использовал в своем скрипте или записал дату, время, то есть сегодня он раз и не сработает. Скажет, я просил 3-е, ждал 3-е, а ты мне дал 6-е. Соответственно, некоторые правила, заданные в программе, они помогают подставлять новое значение и будет все дальше работать нормально. Следующее понятие – сценарий. Сценарий – это такое некое расписание, которое определяет, сколько, какое время, какое количество наших вьюзеров будет создавать нагрузку на программу. Соответственно, в сценарии задается и время, и длительность, и последовательность этих вьюзеров. Он может длиться минуты, часы, дней. Ну, то есть, допустим, можно привести такой сценарий, в котором, например, мы будем работать с интернет-магазином каких-то там фотоаппаратов. И сегодня как раз там кто-то пришел с новым аппаратом, фотоаппаратом, ну, в офис, да, мы представляем реальную ситуацию, к примеру. С утра все работают, да, и у нас нагрузка небольшая. Кто-то кликнул, что-то кто-то посмотрел. Потом наступил обеденный перерыв, все пошли на обед. После обеда пришли и начинают смотреть новые товары и так далее, нагрузка возрастает. Здесь изображен другой, да, сценарий. Я просто рассказываю пример длинного сценария. Потом опять работа и вечером там, не знаю, опять нагрузка возрастает. Это сценарий длиной в день. Следующее понятие – рандеву. Оно написано тут непонятными буквами в английском языке. Вообще-то вроде французское слово означает встреча, зустричь. Что оно означает? Это пункт в скрипте, который заставляет во время сценария всех вьюзеров останавливаться в одном месте. Ну, то есть, как это выглядит? Вот пошел наш сценарий, запустился. Бегут наши вьюзеры. Они бегут, бегут. Ну, этот впереди, этот позади. Ну, кто как, в общем. Толпа. Раз, что дальше? Они доходят до точки рандеву и с чемоданчиками откуда-то. Ждут, пока все добежали. Дальше раз и побежали дальше. Отлично. Но уже группой красиво. Так. Если рандеву нету, то сценарий выглядит примерно так. Оп. Ой. Что такое? Ничего? Быстро листать. А, вот оно. Побежал сценарий. Ну, как попал. Так. Отлично. Что дальше, я не знаю. А, ну, лодранер, конечно. Лодранер состоит у нас из таких компонентов. Это все отдельные программы. Вьюжн, контроллер, анализис и лод генератор. Лод генератор. Ну, вот. Вьюжн, анализис и лод генератор устанавливаются. Могут все вместе устанавливаться. Могут отдельно на машину. На каждой в стендаловом варианте. Контроллер устанавливается только в фул версии вместе с остальными продуктами. Также, вьюжн, контроллер, анализис имеют свой юзер интерфейс. Лод генератор не имеет UI. Он используется только в паре с контроллером. Также я далее объясню вам, что один контроллер может одновременно использовать несколько лод генераторов. Поэтому я их показал много. Но все лод генераторы должны быть установлены на отдельную машину. Итак, вьюжн. Вьюжн, или Virtual User Generator, он используется для записи скриптов. То есть, мы, используя вьюжн, подключаемся к нашему приложению. Делаем наш бизнес-процесс. И вьюжн на основе нашего бизнес-процесса создает этот скриптик. Вот вы видите внизу скрипт. Дальше. Вьюжн позволяет добавить корреляции и параметризации в наш скрипт, чтобы сделать его поведение более естественным и разнообразным для разных юзеров. Вот. Этот желтый человечек – это один виртуальный юзер. То есть, вьюжн позволяет запустить одного виртуального юзера, посмотреть, как он работает с аппликацией. Дальше. Дальше. Так. Контроллер и лод генератор. После того, как мы записали наш скрипт, параметризировали его, добавили все, что нам нужно, мы добавляем эти скрипты в сценарий контроллера. После этого задаем количество юзеров и длительность сценария. Потом подключаем на один или несколько лод генераторов и запускаем наш сценарий. Так. Он не запустился. Вот. Запустили. Запустили сценарий. И, оп, все. Смотрим, значит, как наши юзеры начали штормить наши аппликации. И на онлайн-мониторах показываются различные характеристики системы серверов. То есть, как там происходит нагрузка. Использование памяти, скорость ответа сервера, длительность транзакции. Это все можно увидеть на онлайн-мониторах контроллера. Дальше. После того, как наш сценарий закончился, у нас получаются так называемые файлы результатов, которые мы анализируем в анализисе, естественно. Вот. Что нам позволяет сделать анализис? Анализис – это очень классная программа. Я ее тестировал два года. Поэтому она, конечно, хорошая такая теперь. Вот. Ну, мы открываем графики. То есть, те онлайн-мониторы, которые были доступны в контроллере, мы можем увидеть их сейчас же опять, но, так скажем, уже в записи. Мы можем фильтровать их, изменять, сравнивать между собой. Также анализис позволяет нам увидеть большое количество данных и графиков, которые не были доступны в контроллере. Вот. Что еще? Можно сравнивать в анализисе результаты различных сценариев. То есть, ну, вот здесь я как раз сравниваю два сценария, в котором в одном там, ну, зеленое количество юзеров бегает, а в другом – желтый, больше. Просто не вижу цифры тут, честно говоря. Ну, суть в чем? Допустим, наша система, мы сделали скрипты, сделали сценарий, прогнали его и открыли в анализисе. Видим, что в каком-то месте у нас, ну, скажем так, называемый bottleneck, то есть слабое место, надо что-то менять. Мы меняем скрипт или сценарий, уменьшаем, увеличиваем, допустим, количество юзеров, как-то поменяли сценарий, прогнали опять его и с помощью cross-result, так называемых, смотрим, сравниваем уже все данные между собой. Анализ здесь позволяет сравнивать два, три, четыре, ну, может, даже и больше. Там, девять сетилизал – это уже не нужно так много. Ну, на самом деле, от большого количества равен. Ну, и последнее, конечно, если вы перформанс-инженер, вы работали, работали, никто не понимает, что вы делаете со стороны, но ваш менеджер требует какого-то результата. Вы сгенерировали им очень красивый репорт. Там графики, таблички вышли, показали, он посмотрел – молодец, все. Повышаете зарплату – отлично. Ну, это вот краткое введение Bloodrunner. Дальше что? Дальше вы увидите позже потом еще live-демо, там будет все более подробно. Слово я передаю своему коллеге. Ну, мы коллеги по Одессе. Спасибо большое. Опыт в перформанс-тестировании у меня уже на сегодняшний год около семи лет. До компании «Логики» я работал в молдавской компании Light Testing. Мы работали на таких клиентов, как Reuters. На сегодняшний день это Thomson Reuters. TD Ameritrade, который я упоминал. И в рамках, в принципе, вот этого опыта я подошел к логике, взвесив все. То есть, в принципе, логика дала вторую жизнь моей карьере. Потому что после пяти лет, когда все идеи были исчерпаны в тех компаниях, мне казалось, что надо идти куда-то дальше. Логика и компания HP показали, что можно идти дальше, развиваться и оставаться не только на уровне перформанс-тестер, человек, который запускает, останавливает и собирает результаты, но также как бы программировать, соединять, интервировать и, в принципе, уже, можно сказать, идти к девелопменту, но своим путем. Так, в компании «Логики» я занялся решением, которое помогает на сегодняшний день как минимум определять, какие билды ночные упали. Это решение не является суперпримером, но это есть один из примеров, когда можно взять разный набор инструментов и, вне зависимости от ваших знаний, просто пробуя получить какой-то результат. Для того, чтобы получить этот результат, я использовал доступные на данный момент инструменты «Дженкинс» — бесплатный open-source, все его любят, «Сконстабилити» у него очень хорошая. «Да, падает, да, не всегда надежно, но работает». «Ант» — на данный момент в проекте, который Agile, у нас используется Mavin, но данное решение было написано на «Анте», просто потому, что девелоперы использовали «Ант». В этом заключается, в принципе, такая проблема, когда ты что-то хочешь новое внести. Многие боятся этого нового. Можно было взять «Гэдл» и поставить все на «Гэдл». Но когда тебе надо попросить девелопера просупортить ночную установку, он залезает в этот код и говорит «А что это?» «А что это и работает?» «А у нас есть такой плагин, оказывается». Поэтому приходится брать «Ант», несмотря на то, что он старый, возможно, недугомостки, тяжелопереносимый, в зависимости надо сохранять, но работает. «Windows». Что у нас на «Windows»? «Лодранер». К сожалению, HP на сегодняшний день не поддерживает, не предоставляет полный суппорт для Unix. «Линукс». Ну и под словом «Solutions» я имел в виду, это что-то типа собственных мелких программок, которые позволяли мне интегрировать то, что не соединяется. Оно работает. Это уже самое главное. В принципе, быстренько о себе я уже рассказал. Можно идти дальше. Если вы хотите ознакомиться поподробнее или хотя бы в голове у себя порисовать картину, что такое перформанс-тестирование, на сегодняшний день в принципе нет сертификации по перформанс-тестированию, но один из фундаментальных трудов, который написан довольно-таки очень хорошо, это «Дарков перформанс-тестинг». Книга от начала до конца проходит весь процесс от сбора требований до написания скриптов, прогона тестов и репорта результатов. Также книга помогает понять, как выявлять проблемы. Ну прогнал ты, у тебя есть результат, взял ты и поставил. Ну хуже, а что дальше делать? В книге рассказывается, как на основе графиков попытаться выбить меморилики, какие-то задержки. И даже подсказывает, когда у тебя нет видимых значений, которые говорят «вот здесь очень все плохо», подсказывает какие-то solutions, которые говорят, что через 2-3 build-out у тебя будет скорее всего fail. Это вот с использованием такого показателя, как проценталь. Он есть с шагом, можно брать его с шагом в 10, и в принципе 90% это самый известный показатель. Но если брать с шагом в 10, начиная с десятого проценталя, он по идее подсказывает вам, что в дальнейшем будет fail. В принципе, к этому решению стремимся. Презентация будет в дальнейшем выложена на SpeakDeck по данному тегу. Это мои личные контакты. Кому интересно, могу написать, спросить что-то, возможно, чем-то помогу. Когда мне предложили заняться этим проектом, внутри у меня было что-то такое. Я не знал, за что я берусь. Казалось, что не страшно, за что ты берешься, главное начать. В принципе, вот это была такая ситуация. Я открывал дверь, все такие говорили, вот у нас есть решение, оно короче не работает, никто за него не хочет браться, надо как-то это запустить. Возьмешься, я такой, да, и открыл эту дверь. Почему мы решили вообще заняться таким вот ночным тестированием? У нас есть решение, которое упоминалось на сегодняшний день, это Performance Test Center. Он позволяет автоматизировать тесты, запускать их в ночных режимах. То есть вы дома, он тестирует, утром собираете результаты. Но вы все равно собираете. HP, loadrunner analysis не дает вам готовых Excel репортов, которые хочет видеть клиент. Он не будет открывать RAW файл, он не будет устанавливать analysis. А тем более, если это менеджер high-level, ему скорее всего надо просто просить графики и объяснить, что мы добились и куда надо надавить, на кого надавить и так далее. Поэтому, что мы поняли, автоматические тесты по расписанию это не автоматизация. Использование репортинга на основе Excel-темплейтов с формулами и так далее все равно съедает ваше время. Полчаса – это тоже время. Поэтому желательно эту часть тоже автоматизировать. Особенно, когда кастовый говорит, о, а можешь еще вот здесь изменить одну колонку и подсветить значения, которые там на 10% хуже. У нас мы раньше это не подсвечивали. И ты занимаешься опять этой работой. И тестировать билды, которые выпускаются раз в месяц, как упоминал мой коллега, это очень опасно, потому что вы, скорее всего, не найдете виноватого. И, скорее всего, просто скажете, есть проблема. Девелоперы посмотрят, скажут, да, есть, она глубоко, что мы знаем deferred, на следующий релиз. И вот вы с этим будете жить дальше. И возможно, что в следующем тестировании все забудут о том, что это была проблема, и скажут, так это же у нас было, но он еще. То есть, в принципе, сделав еще два таких неправильных шага, вы придете к страшной проблеме, когда у вас все падает, все работает очень плохо, и все говорят, а у нас так всегда работало. Они забудут об этом. Поэтому надо стараться все заранее готовить и как можно ближе приближаться к методологии Agile. Первое, что вам нужно, это environment вашего продукта. Это самое сложное. Поначалу понять, как его поставить так, чтобы он работал под ваши нужды. Как упоминали коллеги, в принципе, любой environment можно настроить, но кастомер никогда не использует пустой environment. Ему нужны базы, ему нужны какие-то дополнительные настройки к базе данных, какие-то тюнинги, для того чтобы он выдержал эту самую наруску. Необходим в данном случае Performance Center. С ним проще вести историю тестов, и в любой момент к нему можно обратиться и достать тесты за определенную дату. Jenkins для того, чтобы создать и поднять это решение. HP Analytics просто для того, чтобы у вас была тула, которая большую часть работы за вас делает. Вам необходимо как-то сообщать девелоперам самому себе, что что-то произошло, и обязательно засетапить. Notifications могут быть как основанные на плагинах Jenkins, так и самостоятельно написанные. Все зависит от ваших желаний. И Репортинг – это одна из самых главных частей. Если вы делаете много работы, но не говорите о ней, никто никогда не узнает, что вы ее сделали. Что дальше с этим делать? В принципе, у вас есть все вот эти кусочки. Вы не знаете, как это соединять. Найдите у людей, которые знают. Найдите первого человека, который когда-то с этим работал. Соедините два элемента. Пойдет дальше. Плюсы. У вас есть environment, вы можете его каждый день брать. И, в принципе, подойдя к девелоперам, вы узнаете, что, оказывается, они собирают билды, они выкатывают у себя ваш продукт. Он, скорее всего, вам не подойдет, потому что они его делают для себя. Но вы можете одолжить у них это решение. И когда у вас сломается установка самого продукта, вы не будете разбираться, почему. Вы подойдете к девелоперу и спросите, а можешь мой job про апдейтить? Он скажет, да, конечно. Вот смотри, здесь один параметр, все теперь работает. Не забываем о том, что нам нужны скрипты. Обычно мы их пишем сами. Функциональные скрипты – это, конечно, хорошо. Но когда функциональный тестировщик пишет, он никогда не задумывается о том, что нельзя одновременно редактировать один аккаунт. Блокировка система ожидает. Поэтому их придется все равно переделывать. Не забываем добавить мониторы. В данном случае мы используем SiteScope, потому что оно доступно изнутри. Но также есть доступное решение Zabbix. Оба эти два решения позволяют не устанавливать агентов. То есть вы можете установить агентов, но не обязательно. Вам достаточно дать аккаунт, и будут собираться эти результаты. Не забываем про смок-тесты. Прежде чем запустить solution и сказать, «Все, у меня через месяц будут результаты. Проверьте, что он хотя бы запускается». Ну, а мониторы почему стоят? В принципе, прогнали вы, собрали вы. Респонс таймы. У вас нет мониторов – это слепой тестинг. То есть, ну, как его называют – Headless. Бесполезно. Ну, как будто. В принципе, используя Performance Center, я собрал воедино все имеющиеся тесты, необходимые для тестирования, стабилизировал их так, чтобы более-менее они приводили к одним и тем же результатам, подсчитал workload, и запустил более чем один раз для того, чтобы понять, что результаты хотя бы на одном и том же environment, без изменений, похожи. чтобы я не гадал, из-за чего так прыгают результаты между двумя билдами. Минус. Какой минус в Performance Center? В принципе, запустил тест на 7 часов. Мне нужны эти результаты. Что мне делать? Вот это, в принципе, хобби чье-то. Но меня такое хобби не устраивает. Мне за это платят деньги, и хочется приносить какую-то пользу. Это пример, как в Performance Center организованы тесты. По сути, вот это обычный сценарий. Здесь показан набор сетов. Это их названия, которые должны быть более-менее говорящими о том, что происходит со стороны пользователя. Количество пользователей, засаненных на каждый тест. Тут еще не видно такие вещи, как think time и passing time. Это время между итерациями внутри каждого скрипта и время между каждым скриптом. Каждый скрипт, по сути, эмулирует исполнение одного виртуального юзера. И для того, чтобы вам как-то эмулировать нормальную работу системы и повторить кастомера, вам необходимо рассчитать все это аккуратно. Нельзя сказать, что лот-тестинг – это когда я включил, запустил все, и оно свалилось. Это не лот-тестинг. Это просто, не знаю, дурачство, что ли. HP разработала плагин для того, чтобы можно было запускать из Jenkins напрямую, используя Performance Center свой плагин. Он довольно-таки нестабильный. Очень часто падает просто из-за того, что потерян пакет в сети. Но он работает. Он запускает ваш тест. Вы можете потом это отхендлить, проверить в Performance Center, закончился ли тест, и потом собрать результат. Установка очень простая. Устанавливаешь, включаешь, заполняешь всего лишь несколько полей, после чего тест готов к запуску. Использовать можно дополнительные какие-то компоненты для проверки, все ли еще ранится ваш тест. Это может быть тот же C-Sharp, потому что Performance Center предоставляет REST, а REST – это хоть Python, хоть C-Sharp, хоть JAW. У нас есть несколько джобов, которые делают большую часть работы за нас. Есть джоб, который устанавливает environment, настраивает. Есть джоб, который настраивает самосоединение. LoadRunner основан по такому принципу, что у него есть load-генератор, есть контроллер. Обычно это две разные машины. Продукт, который мы тестируем, всегда требует установки толстого клиента. Необходимо позаботиться о каждом шаге. И в данном случае есть джобы, которые устанавливают клиента, делают configuration самой VM, если это необходимо, configuration продукта. И когда все эти джобы проранятся, запускается последний тест-анализ, который проверяет, отработал ли Jenkins job, закончился ли тест, и отсылает email с notification, что не так. На сегодняшний день это не идеальное решение. Мы все еще стремимся к идеалу. Но, как сказал коллега, их не бывает. Я в это не верю пока еще. Это результат работы плагина. Он, когда запускает тест, он инициализирует, пишет о том, что он ранен. Он, в принципе, ничего не выводит, и 7 часов вы слепы. Вы, в принципе, не знаете, что происходит. Если он упал, он скажет, я упал, все. Ну и, соответственно, стоп. И создает репорт. Репорт очень стандартный. Они, в принципе, почти ни о чем не рассказывают. Поэтому мы пытаемся доставать те данные, которые нам необходимы, которые что-то говорят. Но, к сожалению, без этого тоже не обходится. Приходится ждать и надеяться, что Jenkins не завалится. Иногда бывает такое, что приходит notification от Jenkins админа, что он выключил его, и пока ничего не делается. А у вас запустился тест, надо пойти вовремя это поймать. Как я говорил, очень часто могут понадобиться дополнительные самописные тулы. RunTestSet в данном случае уже лишен функции рана. Он, по сути, только отслеживает статус, что Jenkins не завалился. CheckStatus проверяет, что тест окончился. Если все-таки Jenkins завалился, эта программа перезапускает его, и CheckStatus проверяет, что в финише тест закончился, и скачивает результаты на необходимую машину. Да, вот это, в принципе, ошибка, которую я довольно-таки часто поначалу допускал. Я пытался исправить вещи, которые изначально не могли работать и никогда не будут. Не забывайте, что нужно вовремя остановиться. Степов необходимо сделать много, и идти нужно дальше. На данном слайде показан результат прогона нескольких performance-тестов. В принципе, они выставляются по датам. Даты идут, если вы заметите, не каждодневные, хотя билды у нас каждый день. К сожалению, сам solution не всегда разворачивает environment. И build падает, допустим, на уровне deployment. Если у девелоперов падает deployment, нет смысла брать этот solution и у себя deploy. они не разобрались, а я тем более не разберусь на начальном этапе. Да, к сожалению, поначалу вы только один. Потому что solution заключается в том, чтобы собрать воедино и попытаться объяснить, как это работает другим людям очень сложно на начальном этапе. У большинства людей нет в голове представления, как это работает. Они видят имейлы и думают, что это все. То есть как бы это и есть. На сегодняшний день, вот коллега меня похвалил, но это на самом деле не идеальный график, это просто стандартный график. Это не график даже, это просто репорт. У нас есть проблема, которую мы заметили. мы гоняли тесты на одних и тех же базах и после пяти тестов подряд из-за возрастающего размера лога несколько функций самого продукта начинают репортовать регрессии, то есть замедляется их исполнение. почему? Потому что они поднимают историю, выдергивают этот лог. И в принципе мы это начали замечать только когда запустили этот solution. И теперь мы поставили job, который каждую неделю сносит базы и заново их ставит. Просто вы никогда не найдете всего сразу. То есть не пытайтесь оптимизировать то, от чего вы еще не знаете. Очень часто вы будете встречаться с разными сложностями. Но что с этими делать, когда люди в принципе говорят вокруг вас на других языках? Найдите человека, который хотя бы пытается вам помочь. Или на сегодняшний день есть Stack Overflow, есть community Jenkins, есть community Lodrunner, есть девелоперы. И в принципе ощущение, что вы один, уйдет быстро, когда вы найдете хотя бы как бы сделайте первый шаг. Ну в принципе, когда что-то не работает, это один из вариантов решения проблемы. Если есть у кого-то вопросы, можете их задавать. Я не вдавался в технические детали, потому что заметил, что показывание кода в презентациях приводит к тому, что люди засыпают. Если кому-то будет интересно детали реализации или вопросы, как, что, с чем интервировать, мы можем сделать отдельную презентацию по заранее установленным вопросам и пройтись с теми, кому будут интересны какие-то решения. Или возможно, вы предложите вариант собственного решения под вашу систему. И мы разработаем такую презентацию, которая подойдет для вас. Чтобы это был для вас не абстрактный продукт, а тот, который вы хотите сделать. В принципе, если есть вопросы, задавайте. В данном случае, если брать браузер, первый раз, когда ты заходишь на веб-ресурс, он подгружает все ресурсы, в том числе CSS, картинки, JavaScript, которые необходимы. И второй прогон будет быстрее. Для того, чтобы понять, как работает система, есть два метода. Можно просто не хватать этого всего и каждый раз выдергивать ресурсы. Но скачивание ресурсов, это в том числе может повредить... То есть, когда ты скачиваешь вместе с ресурсами, это ты узнаешь реальное время, которое необходимо пользователям для того, чтобы зайти первый раз. В принципе, да. Все зависит от самого решения. Если это веб-сайт, то да, это нужно. Если это продукт, который используется постоянно, и ты знаешь, что этот человек как в BMW приходит каждый день и логинится, это говорит о том, что в принципе у у него все это уже есть в ресурсах. Ты можешь прогнать warmup-тест, который в принципе это все закачает заранее, и гонять уже тесты для того, чтобы выявить узкие места в самой системе. Потому что скачивание картинок... Я могу добавить еще. Мудрит, еще как бы два разных вида тестов. То, что мы автоматизировали, мы автоматизировали регрессион в будущем уровне API, без UI. В этом тесте мы выявляем на регрессии, если что-то сломалось в форе. Для того, что ты говоришь, обычно либо необходимо... На самом деле, есть один из видов перформанс-тестирования, это Single User Experience. Это тупость из человека с секундомером. И он именно в UI клацает. Или пишешь скрипт, который клацает в UI. Это два разных вида. И то, и то нужно для твоего... Ну, можно сделать тогда вот то, что ты говоришь. Можно написать UI-ный скрипт, который именно работает с UI. И, например, клирит кэш перед запуском. И засунуть его в Jenkins. Не вопрос. Это тот же самый... Ну, не тот же. Другой, но такой же ладрановский скрипт, который тоже можно догонять автоматически. Просто мы конкретно то, что мы автоматизировали, мы автоматизировали на уровне API. Потому что это тоже дает нам... В любом случае, проблема, которая выявилась в Core, она вылезет и в UI. То есть мы ее сначала ищем здесь. Если UI-щики что-то наломали, у нас есть еще цикл именно UI-тестирования. Он пока не автоматизированный. Но это просто два разных вида. И Core обычно важнее, потому что проблема в Core точно вылезет в UI. Проблема в UI никак не отразится в Core. Ну, не может отразиться. Вот так. То есть все зависит от конкретно поставленной задачи. Нужно, конечно, и то, и то. Тем более, если у тебя эта веб-аппликация, но тебе однозначно... Для тебя может быть даже важнее UI-тестирование перфоманса. Потому что твои живые кастомеры, они с API работают. Ну, почти все, да. Они работают и на с UI. Возможно, какие-то партнеры работают с API, его тоже можно потестить. Но тебе, наверное, даже это можно сделать, как мы показываем в мастер-классе, очень быстро записав True Client Script. На самом деле, сильно очень быстро и очень удобно. И даже если ты не разбираешься в CSS-ах, AJAX-ах, асинхронных вызовах и так далее, он за тебя достанется. Ну и, в принципе, не забывайте, что любое усилие, которое вы вложите, если оно вам принесет успех, у вас после несколько вложенных усилий у вас появится желание работать над этим больше и больше. Изначально была поставлена задача просто репортовать о том, что у нас есть регрессия. То есть, что приходил email, говорил, там есть регрессия, иди копайся. На сегодняшний день мы думаем о том, чтобы из Git вытаскивать коммиты, то есть не сам код, а вытаскивать хотя бы комменты к коммитам, чтобы понимать, в какие области были внесены изменения. Проблема заключается в другом. Научить всех девелоперов писать по одному темплейту коммиты. Очень часто там написано, это фикс на баг номер такой-то. То есть тут уже система должна быть нетривиальная, которая должна знать, где этот баг располагается. Ты идешь к этому багу, там написано, а это коммит на другой баг. То есть, к сожалению, вот так идеально сделать очень сложно, но, в принципе, хотя бы поверхностно можно. Спасибо за внимание. Я работаю в команде loadrunner к его инженерам, собственно, уже на протяжении почти года. Конкретно Вова говорил, что он тестировал замечательный анализ на протяжении двух лет. Теперь это моя зона ответственности. Каждый из спикеров ведущих обещал показать что-то интересное в loadrunner. А вот мы к этому интересному пришли. Ну, не знаю. Посмотрим, что получится. Собственно, что мы постараемся сделать? Мы постараемся записать простейшую веб-аппликацию. Мы видели на презентации Андрея, что веб-приложения сейчас являются самыми популярными по нагрузочному тестированию. Это будет простейшее приложение, которое у нас есть в лаборатории. Затем мы прогоним сам тест и постараемся что-то проанализировать. Но тест у нас будет короткий, поэтому вряд ли каких-то результатов мы добьемся. Я покажу пару кастомерских результатов. То есть, что реально получают кастомеры у себя на выходе. Вот. Собственно, пару слов предварительно. Кому удалось или кто пытался поставить loadrunner, например, машину. Хорошо. У кого это вышло успешно? Замечательно. Вот. Собственно, презентацию мы строили вокруг приложения, которые есть на ваших же машинах. То есть, в loadrunner есть такой раздел как туториал. И, собственно, к этому туториалу прилагается приложение, которое вы можете запустить на своей машине и, собственно, на нем произвести этот loadtest. Оно, конечно, не потрясет ваше воображение. Это... Вы сейчас увидите. Вот. Собственно, что оно себе представляет? Оно из себя представляет... Я присяду, с нашего позволения. Оно из себя представляет сервис по заказу авиабилетов. Просто с феноменальным UI. Да. Да. Вот. Вот. Вот это оно. О боже. Это наша любимая просто приложуха. Вот. Собственно говоря, что мы здесь можем сделать? Давай. Мы можем войти. Здесь пароль Giorgio. Точнее, логин Giorgio, пароль BIM. Вот. Собственно, что мы тут... Множество функций в виде четырех. Собственно говоря, мы можем забронировать наш билет. Да. Там дальше ввести какие-то поля. Вот. Мы можем... Сейчас. Оно подумает. Мы можем, собственно, вернуться в холм. И мы можем просмотреть билеты, которые были заказаны у нас. Вот. Собственно говоря, это все действия, которые можно выполнить с помощью этого сайта. Но какие-то базовые бизнес-процессы мы можем записать. То есть, если хотите, то есть мы сейчас можем сделать это все вместе с вами. То есть те, кто установил себе loadrunner, смотрите. Вот. Есть приложение. Заходите в пуск. И здесь есть приложение веб-турс. Старт HP веб-турс серго. Кто-то будет пробовать? А какая разница? Ну, в серче просто введите, да. Пуск, программы, HP. HP. Да. HP... Да. HP. А, сейчас я вам... А, нет, здесь. Сейчас я вам... Сейчас я вам... Сейчас я вам... И он не стартует. А старт. Есть? Вот. Смотрите. Пуск, all programs, HP software, tools. Здесь есть он. Да? Или не здесь? Не-не, samples, on samples. Samples, HP, webtools. Сейчас, секундочку. Я всем напишу, чтобы видно. Пароль, то есть логин jojo, пароль bin. Есть? Логиниться? Есть, да? Так, еще чуть времени надо? Вот, собственно, на выходе вы должны получить... Там же есть... Сейчас. Вот здесь же есть в этой же папочке application, А есть? А? Сейчас, сейчас, сейчас. Оно под localhost.com будет. Да, localhost.com будет. Да, сейчас, секундочку. У кого что-то не получается, я могу бы рассказать. Да, сейчас. Оно должно открыться под localhost.com. Там нужно, в общем, откройте приложение webtools, веб-турс, Аппликейшн, там оно рядом. Оно откроет его в интернет-эксплорере, и вы сможете увидеть адрес. А? Ну, вообще, официально... То есть, вообще, мы можем писать не через интернет-эксплорер, вообще, мы можем писать через Firefox или Chrome. То есть, в всяком случае, на веб-скрипты с этим проблем нет. Но, HP рекомендует, все-таки, использовать интернет-эксплорер. То есть, я, я все понимаю. Да. Шестой? 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 Нет, ну шестой, это было бы слишком. Пятый. Да. Чем раньше, тем лучше. Вот. Собственно, желательно, девятого и выше. Если у вас есть. Пробуем переход на эксплорер? Ну, смотрите, то есть, попробуйте. Давайте пробуем интернет-эксплорер, просто я буду делать это в интернет-эксплорере. Вот. Ну, собственно, если кто-то хочет попробовать в Chrome, то, пожалуйста, ну или Firefox. Смотрите, как вам будет удобнее. Вот. Все, все готовы? Относительно. Ну, хорошо, давайте тогда поговорим о сайте. Собственно, что нас будет интересовать в данном случае. Сейчас мы его увидим. Вот. То есть, что, что бы мы хотели записать, вот как, как протестировать, да, этот сайт под нагрузкой. То есть, какие операции нам интересны, что мы будем производить. Собственно, ну, операций не так много, есть логин, да, можно выделить логаут операцию, операцию, собственно, заказа билета и операцию просмотра и отмены, собственно говоря, этого билета. Вот. Поэтому мы, собственно, их и будем записывать. Мы каждую из них обернем в отдельную транзакцию для того, чтобы понимать, сколько времени будет занимать каждая из этих операций. Вот. Вот. Собственно, что нам позволяет сделать loadrunner? Loadrunner, когда мы записываем скрипт, скрипт будет разделен на экшены. По умолчанию этих экшенов будет три. Есть такие экшены, как в user init и в user end. Собственно, в эти экшены, как правило, записываются какие-то предустановки и во время рана нашего скрипта в сценарии они не будут повторяться. То есть, идея в том, чтобы мы залогинились, дальше все действия, то есть, дает нам возможность сделать так, чтобы мы залогинились, дальше на протяжении всего времени сценария в user будет повторять свои действия, но он не будет постоянно разлогиниваться и залогиниваться. И только в конце теста он нажмет sign off и выйдет с нашего сайта. Ну, опять-таки, это если нам надо. По факту будут целый сьют разных экшенов? Да, то есть, там три экшена идут сразу, по умолчанию. Экшен под фантастическим названием экшен будет проигрываться постоянно во время сценария рана. А в user init и в user end будут только в начале либо в конце. Ну, или если нам этого всего не надо, мы все пишем в экшен и, собственно говоря, все это повторяется столько раз, сколько нам необходимо. Вот. Что еще? Естественно, это накладывает определенные ограничения. Ограничения в чем? Для того, чтобы мы смогли повторять один и тот же бизнес-процесс постоянно, он должен быть цикличный. То есть, мы должны приходить в ту же точку, из которой мы попали. То есть, мы заказали билет, допустим, мы зашли, ну вот мы на домашней странице, мы зашли и заказали билет, мы отменили, допустим, заказ этого билета и мы должны вернуться на домашнюю страницу. Для того, чтобы дальше, собственно, контроллер мог проигрывать это заново. Вот. Ну, в общем, примерно сценарий действий понятен. Ну, то есть, общие какие-то понятия. Вот. Ну, и давайте начнем. Собственно, начнем мы с первой части нашего приложения. Это Vuegen. Или Virtual User Generator. Вот так вот выглядит его окно. Vuegen, по сути, представляет собой своеобразную IDE. То есть, сейчас мы увидим, что будет наш, то, что мы рекордим, будет записываться в код. Вот. И, собственно, мы можем этот код модифицировать, чтобы наш, скажем так, тест был адекватный, приближенный к реальным условиям. Что я вам посоветую сделать для начала. Зайдите, пожалуйста, на главную страничку WebTours до логина. И, как видите, здесь есть вот Administration Link. Вот. Пройдите на нее. И вот здесь есть галочка Set Login Forms Action Tag and Error Page. То есть, в чем фишка? Это будет сайт присваивать каждой нашей сессии, нашего вьюзера новый одежды. Вот. Чтобы мы потом могли отловить его и показать, как работает корреляция. Вот. После того, как вы поставите галочку, нажмете... Сейчас еще раз покажу. Ставите галочку, нажимаете кнопку Update. Он апдейтится и возвращаетесь на хомпейдж. Еще раз. Administration Link. Вот третья галочка. Вот она. Update. И Return to WebTours Homepage. Есть, да? Все. Теперь при каждом нашем логине наше приложение будет выдавать нам уникальный ID нашей сессии. Вот. Собственно, приступаем к записи нашего скрипта. Новый скрипт выбираем. Мы будем писать веб-приложение. То есть, как правило, когда мы работаем, мы уже знаем, с чем будем работать. В данном случае это, безусловно, веб-приложение. Вот. Мы при выборе нового скрипта, у нас есть вот просто масса протоколов, да, с которыми мы можем работать и которые LoadRunner, собственно говоря, и записывает и контроллер потом проигрывает. Вот. Нас интересует веб-приложение, поэтому выбираем WebHttpHtml. Вот. Даем какое-то название. Что? Интернационный сервис. Еще раз. Сейчас. Еще раз. Вот. Вот тут ставим дабы, но за это все осталось. Нет, так быть не должно. А вы его закрыли? То есть, вот вы открыли это сервер-приложение. Вот это окошко, оно есть, да? Сейчас. Вот. WebTours сервер. Вот оно. Вот оно так и должно быть. Его не надо закрывать. Его просто нужно закрыть, да? У кого-то еще есть такие проблемы? Да. Итак. Вот. Ну, я пока продолжу. Собственно, выбираем, ну, задаем название скрипту, выбираем location, куда его сохранить, нажимаем create. Вот, что мы имеем перед собой. Сейчас мы увидим. Так. Итак. Вот, как мы видим слева в Solution Explorer, да? Появляются наши экшены. Вот. User init, action и user init. То есть, по сути, это файлы, в которые будет записан наш код. Также в Solution Explorer у нас есть параметры, которые мы можем задавать. И runtime settings – это настройки того, как будет бежать наш скрипт, уже записанный. Вот. Мы можем в них зайти, собственно, и посмотреть, ну, как бы, очень много специфических настроек. Так вот, я сейчас, скажем так, расскажу о General секции. Первое – RunLogic. То есть, это логика того, как наш скрипт будет бежать. То есть, допустим, мы можем выбрать наш Run, собственно, вот это то, что будет повторяться. И сдать количество итераций. Сколько раз он будет повторяться. Соответственно, в user init, ну, init, они, естественно, не будут повторяться. Мы можем добавить в action, ну, то есть, в Run еще несколько action. Мы можем создавать блоки, то есть, допустим, из этих action. И задавать уже, допустим, количество итераций для определенного блока. Вот. Ну, в общем, разветвлять, скажем так, наш скрипт. Но мы сейчас этим заниматься не будем. Вот. Окно Pacing. Что это значит? Значит, то есть, мы задали в RunLogic определенное количество итераций, которые будет выполняться в нашем бизнес-процессе. Ну, и тут мы выбираем время, через которое он будет повторяться. Либо, как только заканчивается предыдущая action итерация, начинается сразу следующее. Либо через фиксированные интервалы, или можно задать, допустим, рандомно какие-то промежутки времени, и он будет рандомно выбирать, через сколько времени стартовать заново. Вот. Что? Ну, Log. Это логирование того всего, что мы делаем. ThinkTime. ThinkTime – это такой параметр, который записывает LoadRunner. То есть, это то время, которое мы тратим на то, чтобы перейти, допустим, от одной ссылки к другой. То есть, вот открылось это окно, и мы здесь сидим, что-то думаем, на какую кнопку мы нажмем. Ну, естественно, это все пишется. Мы можем этот ThinkTime в данном случае либо игнорировать вообще при риплей нашего скрипта, либо писать его точно таким же, как мы зарекордили, либо задавать там любые интервалы времени, случайные, умножать его на какой-то коэффициент каждый раз. Ну, то есть, просто настройки того, как это, опять-таки, тоже придавать поведению нашего скрипта какую-то случайность и какую-то приближенность к реальному, ну, реальному условию. Вот. Ну, есть еще вот addition, атрибут с именами скилла. Но я, честно говоря, даже не пользовался никогда ими. Вот. То есть, я не могу сказать, что конкретно они делают. Но тут есть, допустим, как вести себя с эрорами. То есть, если какой-то эрор произошел, то все равно продолжать пытаться проиграть скрипт. Вот. Вот automatic transactions, допустим, по умолчанию, каждый наш action определяется как отдельная транзакция. Вот. То есть, мы можем это убрать, если нас это не интересует. Но, как бы, по умолчанию оно остается. То есть, далее в анализисе, когда мы будем анализировать наши результаты, мы увидим, что кроме тех транзакций, которые сделали мы, будут еще присутствовать транзакции init, action и end. Вот. Собственно, можно, я думаю, приступать к записи нашего скрипта. Можно? Да. Action – это одна дия. То есть, если мы, например, логуемся, action – это зайти на страницу покупки билета, или action – это зайти на страницу, купить и выйти на другую страницу. А это уже мы выбираем. То есть, мы при записи выбираем, куда это все писать. Я сейчас покажу. То есть, идея в том, что action – это файл, в котором просто записаны функции, там, в котором мы вызываем функции, которые дают запросы на сервер, и, соответственно, получают какие-то реквесты. То есть, в init я могу записать хоть все в init. Вообще, все абсолютно свои действия. И вот я хочу такой тест. Вот я хочу, чтобы он у меня один раз зашел, забукал билет и вышел, а потом ждал час. Ну, как-то я не знаю. Вот. То есть, это сделано все для удобства. Это не обязательно использовать. Это просто для того, чтобы приблизить, так сказать, к реальным условиям. Вот. Собственно, стартуем с записью. Для записи вот кнопка record, либо можно вызвать отсюда, либо Ctrl-R. И что мы видим? Мы видим окно recording. Что в этом окне? Итак, мы в первую очередь выбираем, куда мы будем писать. Вот то, о чем я говорил. В какой action мы хотим сейчас записать. Допустим, сейчас мы решили, что вот логин именно мы запишем в init, наш основной бизнес-процесс в action и, соответственно, логаут в end. Поэтому мы выбираем, что первое наше действие мы будем писать в init. Далее мы выбираем веб-браузер. Вот. По умолчанию стоит Internet Explorer. Соответственно, если кто-то хотел писать на Chrome или на Firefox, вот вы выбираете. А вот по замоке у него петянулось. А. Ну, все замечательно. Вот. Теперь URL-адрес мы вводим в адрес нашего приложения. Сохранен. Да. Вот оно. И есть такая вот ссылочка, как Recording Options. Это опции рекординга нашего приложения. Сейчас мы их увидим. Вот. Тут разные опции скрипта по протоколам есть. Допустим, есть протоколы, в которых можно использовать два, ну, подключать дополнительные протоколы для записи. Что еще интересное? Интересное, вот, связанное с корреляциями. То есть, есть набор рулов для своих протоколов, с помощью которых мы можем найти корреляции. Для веб-протокола, собственно, он находится сам по себе, но для специфических протоколов, вот, допустим, для Oracle протоколов, для Citrix, есть свои определенные правила, которые вы должны подключить. В противном случае скрипт может зафейлиться при replay. Ну, и тут, соответственно, какие-то настройки, которые вам нужны при записи, но это уже тюнить нужно под свое приложение. Вот. Нажимаем Start Recording. Что мы видим? Сейчас мы что-то увидим. Так, вот наш тулбарчик. Мы видим, что мы пишем в user init. Мы из этого тулбара можем отменить рекординг. Можем остановить, приостановить. Также мы можем добавить транзакции. Вот это очень интересное действие, которое нас интересует транзакцией. Так вот, что я хотел спросить. Нам интересна транзакция login. Собственно, что нас интересует данной транзакцией? Как мы должны ее записать? То есть мы должны записать все мои действия? Или в эту транзакцию мы должны обернуть только какое-то одно конкретное действие при логине? Я не думаю, что вас будет интересовать, сколько времени я вводил буковки в эти поля. Сколько я ввожу логин и пароль, но это мое дело. А вот как откликается на этот логин и пароль мое приложение, это действительно важно. Поэтому важно записать именно саму процедуру, сам запрос вызова на логин. Поэтому, собственно, мы вводим наш пароль. Вводим логин и пароль. И теперь мы только начинаем транзакцию. Транзакция, назовем ее, допустим, логин так и назовем. Нажимаем ОК. Все, отсюда мы начинаем нашу транзакцию и нажимаем логин. Все, это все, что нас интересовало данной транзакцией. Мы нажимаем кнопку закрыть транзакцию и закрываем. Все, у нас есть готовая транзакция логина, которая будет реагировать и подсчитывать время отклика исключительно вот этой кнопки логин. То есть все действия, которые будут происходить на стороне сервера, а не на нашем. Вот. Теперь мы будем бронировать. Хорошо. Да. То, если мне нужно будет генерировать, например, что реагирует эти 10-ти узы, но выкористаете час, який затайповый, да? Да. Но, опять-таки, мы можем скрипт... А 50 раз? Да. Ну, мы можем его отключить, этот синктайм. Этот синктайм представлен в скрипте в виде отдельной функции. Если нам это не нравится, мы его можем оттуда убрать. Вот. То есть все, что мы сейчас с вами разговариваем, вот он пишет синктайм. То есть сейчас, по факту, там будут синктаймы 20-30 секунд, которые нам не нужны в этой транзакции, которые нас не интересуют. И мы, естественно, его можем отключить. Либо... Да. А мобильные додатки с армилятором, это самым можно рекомендовать? Нет. Ну, есть как бы мобильные приложения, мобильные протоколы, но я... Слышите. Да. Андрей, может быть, скажет, я пока ими не занимаюсь, то есть мне тяжело сказать. Да. У нас есть отдельные протоколы, которые позволяют это писать. Вот. Они не вошли в эту сессию. Вот. Если интересно, мы можем подготовить ее. Ну, в принципе, да. Вот. Если вы посмотрите, там есть протоколы с таким суффиксом mobile. Вот все, что там mobile, это вот у нас тут другая toolbar. То есть, в принципе, оно позволяет делать нагрузки с помощью. Вот. Так вот, собственно, вынет, мы больше писать ничего не будем. Наш бизнес-процесс будет находиться весь в экшене, поэтому далее мы выбираем в нашем toolbar, что следующее действие мы будем писать в экшен. Выбрали экшен и начинаем. Можно почитать в секунду? Да, конечно. Можно почитать в секунду? Да, конечно. Можно почитать в секунду? Здравствуйте, все равно для одного юзера. Да, для одного. То есть, вьюджен, как говорил Вова, он может проиграть только одного юзера. Он нужно его записать, а его, скажем так, уже много его копий мы уже будем проигрывать в контроле. Вот. Ну, давайте начнем транзакцию, допустим, с заказа билета. Да, мы уже находимся в экшене, мы пишем уже в экшен и, допустим, booking. Мы начнем. Ага, почти правильно. Окей. Собственно, у нас началась транзакция booking. Мы заходим во flights, выбираем город, откуда мы хотим лететь. Неважно, какой город, куда мы хотим лететь. Сейчас тут прогрузится. Здесь окошки на джаве написаны. Возможно, он у вас что-нибудь спросит. Вот. Ну, допустим, кормит какой-нибудь. Выбираем места, выбираем какой класс. Далее, ну, просто выполняем заказ билета любого абсолютно. Нас это не так сильно интересует. Вот. У вас, по идее, оно должно автоматом здесь подставиться. Имя. Ну, оно можно любое написать. Тут не принципиально. Номер кредитной карточки. Можно ваш не вводить, конечно. Там любой какой-нибудь, да. Что это будет для 100 юзей и вывоза уроженого? Да, это мы сейчас рассмотрим. Это, то есть сейчас мы занимаемся исключительно рекордами каких-то действий. Любых. Ну, и, естественно, желательно ввести дату, которая, то есть месяц, который уже не прошел. Он вывалидирует в данном случае. То есть, допустим, пятый месяц 15-го года. Continue. Все. Вот у нас есть билет. Мы можем заказать еще один. Но мы сейчас, ну, и, собственно, снова увидим тоже окно и можем так повторять, сколько нас интересует. Теперь наша транзакция, собственно говоря, закончилась. Вот. Теперь нам нужно вернуться. Транзакция желательно тоже, чтобы, ну, в данном случае лучше, когда транзакция тоже будет цикличной. То есть мы возвращаемся на home, то есть на ту же страничку. И уже отсюда мы начинаем другую транзакцию, допустим, отменить. Тот наш самый билет. Допустим, cancel. Окей. Вот у нас пошла транзакция cancel. Мы заходим по этой ссылке. И вот видим наш билет последний. Вот он вот здесь. Вот. Ну, то есть вы должны у себя увидеть этот билет. Нажимаем выбрать и cancel check. То есть мы просто отменили билет, который у нас был. Вот. Собственно, на этом наша транзакция закончилась. И мы возвращаемся в home. Весь наш бизнес-процесс завершен. Билет был заказан, билет был отменен. Все, что нам интересовало в экшене, оно закончилось. Теперь мы хотим просто выйти с сайта и покинуть его. Опять-таки мы договорились, что выходить в user будет только один раз. Поэтому процедуру sign off мы будем записывать во user end. Выбираем экшен под названием user end. Начинаем транзакцию log off. Окей. Нажимаем кнопку sign off. И заканчиваем эту транзакцию. Все. Собственно, скрипт мы записали. Какие-то действия, которые нас интересовали, сейчас записаны. Только мы записали. Мы нажимаем кнопку stop. И начинается процедура кода генерации. Во VueJet. Вот. Сейчас он анализирует всю полученную информацию. И генерит код. Есть. Как мы видим, перед нами возникло сразу же design studio. Design studio это такое окно, которое позволяет нам управлять корреляцией. И первая же корреляция, во всяком случае, не знаю, как она у вас выглядит. Нет, она выглядит вот так. И мы видим, что параметр user session. То есть, loadrunner зафиксировал, что user session, вполне возможно, будет меняться каждый раз при нашем логине. Вот. Дальше мы видим, что мы видим, он поймал у меня еще arrive город. Сит-тайп он у меня поймал. И какую-то summary по билетам. Ну, для того, чтобы нам проранить одного юзера, она пока это менять не надо. Поэтому нужно откоррелировать только этот параметр, чтобы скрипт не валился. Для этого мы просто его выбираем и нажимаем correlate. И все. В код нашего скрипта добавлена функция, которая теперь будет анализировать каждый раз этот session id. и будет уже в свои реквесты вставлять именно его. Вот. Вот мы видим, вот он появился сразу же в начале скрипта. Вот. Это колечный параметр, его название и, собственно, что он делает. Вот. Сейчас мы находимся в экшене под названием user init. Ну, во всяком случае, у меня. Мы можем видеть функции перехода по каким-то URL-кам. Собственно говоря, вот первую web URL функция, мы просто перешли на наш сайт. Все. Как бы на этом все закончилось. Дальше вот мы долго разговаривали. 76 секунд think time. Вот. Дальше мы начали логиниться. Собственно, записалась вот эта сама наша кнопка web submit form. Да. Ну, в данном случае эта функция вызывается либо web submit form, либо web submit data. И отправляется запрос на логин с нашими credentials. Собственно говоря, как вы видите, есть такой параметр у этой функции как user session. И вместо value подставлен вот тот самый параметр корреляционный user session. И поэтому при каждом таком запросе он будет отправляться. Ну, естественно, username и password, которые мы ввели. Ну, то есть, тут такая тоже интересная хитрость. То есть, по факту вы вводите и видно ваш логин и ваш пароль. Собственно, есть, если вы не хотите ни с кем этим делиться, то есть, есть функция, допустим, если нажать правой кнопкой и тут есть где-то encrypt string. То есть, просто строка закодируется вот каким-то образом. Но логранер будет понимать, что там написано. Ну, то есть, мы можем проверить. Я хотел добавить, если вы видите, то вот эти вот функции web submit data, web URL, там еще web custom request, они отлично накладываются, если вы работаете с рестом. Вот сюда рест отлично откладется и отлично работает. Если у вас рестовое приложение, то отлично работает. Там вы просто меняете type, который вам приходит, там если вы JSON-ом работаете и методы по кусту, то просто нет. Вот, и уже, естественно, никто не будет, по крайней мере, явно видеть в скрипте ваш логин. Ну, и как мы видим, этот запрос обернулся в транзакцию логин. Вот он, start transaction, end transaction. Точно так же мы транзакции можем добавлять как при записи, так и уже при тюнинге нашего скрипта. То есть просто руками мы добавляем функцию, как в любой другой IDE. Здесь как бы функции все C подобные и с этим проблем нет. То есть, пожалуйста, есть functional reference, если нужно какая-то функция добавить, то с этим проблем нет. Вот, посмотрим, что записалось в action. Вот, что же у нас в action? В action у нас, собственно, что мы видим? Мы видим, как мы попали на нашу welcome страничку. Что, 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 где наша транзакция? Транзакция booking. Ага, вот она, transaction booking. Да. А, это она закончилась. А, где она началась? Давайте смотреть. А, вот она. Да, то есть мы перешли на страничку первую нашего заказа билета или какие-то данные. И вот они отправились, эти данные. Вот, собственно, этот submit form. Это мы нажали кнопку забронировать и отправились данные с нашим городом. Да, отправление. Город прибытия. Наши места, которые мы выбирали. И, естественно, класс. Вот. К вопросу о том, что будут они повторять все время одно и то же, одни и те же действия, одни и те же даты, одну и ту же информацию о билетах. Так вот. Мы каждый из этих, этой информации можем заменить параметры. То есть мы можем его параметризировать таким образом, как нам это интересно. Собственно, мы можем создавать параметр. Да. Вот мы добавляем какой-то параметр. Ой, не то. Пардон. Промахнулся. Вот. Мы добавляем какой-то параметр. Назовем его. Любой. Неважно. Это в папочке со скриптом. Будет он находиться. Понял. Name. Я потом все равно заменю на другие. Вот. И, соответственно, мы создаем таблицу и ее заполняем какими-то данными. В данном случае названием города или прочими нашими опциями. Вот. Но, чтобы времени занимать, у меня есть уже подготовленные файлики параметров. Вот. Чтобы посмотреть, как раз я вам покажу, чтобы посмотреть, где же находится наш скрипт и что он вообще содержит, нажимаем правой кнопкой и смотрим Open Script Folder. И вот, где он хранится и какие файлики здесь вообще есть. Вот. Что тут есть у нас? У нас тут есть... Вот параметры. Вот. Это те параметры, которые я хочу ввести. Это параметр City, город, класс билета и места, которые нам бы хотелось. Я копирую эти файлы, вставляю в папку со скриптом. Ну, это такое. То есть, это по желанию. Можно все задавать руками, либо просто готовые файлики. Больше, собственно, просто из себя представляет этот файл. Вот. Вот. Всего лишь на все. Вот. Собственно, в параметры я добавляю новый параметр, называя его City. А это мы настраиваем. Сейчас я это все покажу. Вот. Выбираем файлик. Да, вот у нас есть файлик City. Окей. Все. Вот мы увидели этот параметр. Теперь. Вот как он себя будет вести. Мы можем выбирать по очереди, рандомно или уникально в рамках одного рана. Вот. И теперь мы можем выбрать, как мы будем менять это значение. На каждую итерацию, то есть, когда мы один action проиграли, на следующую итерацию будут подставляться другие значения. Либо each occurrence. То есть, каждый раз, когда этот параметр попадается, он меняется. Даже если это находится в рамках одного рана. Ну, одного замкнутого рана. Вот. Собственно, город, вот что касательно параметра City. Я буду его использовать, мне нет смысла создавать два разных параметра для города отправления и города прибытия. просто у меня есть параметр City. Поэтому для параметра City я выберу меняться each occurrence. Просто при каждом новом попадании на этот параметр, город будет, соответственно, меняться. В смысле файл, в котором будет? А, то есть, если параметризировать логин и пароль. Я загенерировал, например, тысячу разных юзерей. Ну, да, я понял. То есть, привязка пастора и так же риза будет. Да. Можно добавить либо сделать два разных параметра, допустим. Ну, естественно, да. То есть, либо можно добавить еще add column, еще одну колонку. И в этом же параметре у нас будут как бы ряды и колонны. То есть, мы сможем выбирать два параметра одновременно. Этому в юзер соответствует этот пароль, этому в юзер соответствует. То есть, это все может быть в одном файле, но я просто не уверен, как это работает, как это правильно настроить сейчас. Вот так и настроен. Вы действительно просто добавляете еще один. Ну, то есть, просто я знаю, что добавляется еще одна колонка. Да, и у вас появляется в опциях, как выбирать. Вот в этих опциях у вас будет возможность выбрать, типа, соответственно, второй параметр выбирать, соответственно, с первым или с 25. Ну, как вам надо. На самом деле, вы можете все параметры, если вам так больше нравится, зазумить в одну большую таблицу. И говорить, что вот этот параметр, это колонка 1, следующий параметр, колонка 2, она должна соответствовать, например, колонке 1, тому параметру и так далее. То есть, если вам нужно так, вы можете сделать так. Это допустимо. Так вы записать их не сможете. Но если у вас есть референс к вашему росту, вы создаете пустой HTML-скрипт и просто пишете. Ну, вы знаете, что вам надо сделать. Гетт к этому ресурсу с такими-то параметрами. Вы просто пишете их руками. Ну, можно накидать себе как болванку, пару как бы сформировать, пару веб-кастом реквестов, чтобы там руками не писать какие-то запятые там. А потом копировать их, кстати, это что надо. Это допустимо. Если вы точно знаете, что после 5, то вы можете вставить логику, которая... Поставить счетчик. Ну, если такой примитивный. На случай, после каждых 5 гетов он запрашивает капчу. Вставите счетчик, скажите, ну, блин, тупо, но if и равно 5, значит, вы ожидаете капчу и напишите логику обработки капчу. Здесь же. Есть еще второй вариант. Или там он дневничный как-то отлавливает, да? Можно... Кто-то точно знает, я решал так много, с помощью javascript, то есть... А, там можно и кредит, все что угодно, да? Вот вы здорово будете писать в javascript. Да, я сейчас еще покажу так. И там можно... Можно обходить, и все в сессии углавливается и так. Да. Можно все. Я прямо сейчас в вашем случае не скажу, что вам именно делать, но то, что мы работаем с таким, и мы это обходим с помощью вотрана, внутри вотрана, без всяких лишних приборчиков, это точно нужно сделать. Ну, то есть, или примитивный влог, как я сказал, да? Вам вылавливать каждое пятое обращение. Либо вот, действительно, в толь кайде, там можно, я этим не пользуюсь, но там можно писать обработчики на javascript на события, которые возникают в доме, который появился новый элемент, вы можете на это отреагировать. Вот, ну и мы добавляем еще пару параметров, какие-то у нас еще были. Еще был seeds, да. И еще был параметр глаз. Вот он глаз. Окей. Все, вот мы имеем три параметра с какими-то данными в данном случае. Для параметров seeds и класс нет смысла менять здесь each occurrence или each attraction, по сути это будет одно и то же. А вот для seed это было критично, чтобы каждый раз менялся город. Вот. Собственно, у нас есть эти параметры, но их нам надо где-то применить. Это простейшее действие. То есть, мы просто-напросто выделяем value, вот это вот наш в Denver и кликаем правой кнопкой replace with параметров и выбираем параметр city. Все. Теперь он нас спросит, хотим ли мы, если встречалось еще раз такое же значение Denver, хотим ли мы заменить его на этот же параметр. Ну, у нас оно не встречалось, поэтому, чтобы мы сейчас не нажмем, ничего нового не произойдет. Вот. И точно так же для города Портло. Тем же самым параметром мы его заменяем. City, да. Вот. Теперь, что нас еще интересовало, допустим, seeds preference, то есть места. Да. Абсолютно тем же способом все то же самое. Окей. И дай билет. Теперь каждый раз у нас будет другой билет заказываться, естественно. Класс. Естественно, теперь при каждом последующем запросе у нас будет заказываться новый билет. Вот. Скрипт, в принципе, мы все, что нас интересовало, мы здесь поменяли. Теперь, вот, касательно тоже think-time, тоже 160 секунд получилось. По умолчанию в настройках именно Vuegen, при replay мы think-time не учитываем, потому что нам это не надо. Нам нужно сейчас дебажить скрипт, поэтому мы просто гоняем одного в юзера без учета этого think-time. Вот. Ну и сейчас мы попытаемся проиграть этот скрипт. Да. Можно показать там, где вы знищили? Да. Вот. Где тут? Cancel. Вот. Транзакция cancel. Вот. Собственно, запросы, они, по сути, одни и те же. То есть нажатие на кнопку, то есть submit form или submit дата, то есть веб URL функции. То есть тут они ничего такого специфического. То есть, по сути, они имеют одни и те же набор параметров, просто он меняет все зависит от того, что мы делаем. Вот. Сохраняем скрипт и пробуем его про-реплеить. Вот. Ну, ставки он про-реплеится или нет, как вы думаете. Вот. Сейчас посмотрим. Да. Ну, я бы сказал, что не должен. Да. Итак. О боже мой, он упал. Надеюсь, у вас тоже он упал. Вот. Но это классно так должно быть, на самом деле. Вот. Идея в чем? Давайте посмотрим. Вот. У нас в логе есть экшен, на котором он упал. Выбираем и видим, что это экшен, который отвечал за то, что мы нажимаем кнопку вот уже после того, как мы ввели данные. То есть мы нажимаем ОК, и мы забронируем этот билет. Если вы помните, я вам говорил о корреляционных параметрах. Мы скоррелировали только один параметр. Это была сессия. Но как оказалось, что нам нужны еще параметры. Мы возвращаемся в нашу дизайн-студию и смотрим, что мы еще обнаружили такой парамет, как Outbound Flight. Это какая-то summary информация о стоимости билета и времени его вылета. Естественно, мы поменяли город, мы поменяли место. И теперь скрипт, ну, никак не проеплейится с теми же данными. Соответственно, этот параметр, если бы мы не подставляли вместо тех городов другую информацию, все бы сейчас проигралось, никаких проблем не было. Но в данном случае получается, что что-то изменилось, и это надо скоррелировать. Поэтому мы нажимаем Correlate и коррелируем этот же параметр. Ну, вроде как все случилось, и можно проводить еще раз. Вот. И вот так он бежит, бежит, бежит. О, боги, все успешно. Вот. Собственно, вот такая вот фишка. То есть нужно всегда учитывать, что поменялось в скрипте. Если вы там что-то изменяли руками, то если он упал, то это не значит, что все сломалось, что сервер упал и что происходит. Просто нужно понимать, что при изменении вашего ручного скрипта какие-то данные могли поменяться. А, да, конечно, конечно. Сейчас я покажу. Я же показывал это в runtime settings. Вот он. Смотрите. Вот. Вот лог. Вот. Собственно, есть, ну, его, то есть extended log, параметр subscription, data returned by server и advanced trace. То есть мы выбираем и лог будет гораздо дополнен. Мы можем его посмотреть. То есть это не проблема. Я предлагаю еще даже использовать, допустим, runtime settings еще раз и показать. Сейчас. Откроем их и показать, что мы можем, допустим, да, проранить наш action несколько раз, допустим, три раза. Окей. Еще такой маленький практический комментарий. Чтобы логировать. Такой, пожалуйста, RTS. Вот. Логи, значит, по умолчанию во Vugen, они у вас включены. Да. Они у вас включены. В контроллере, когда мы будем на сценарии, они у вас будут по умолчанию выключены. Логи занимают дофига места. Они могут влиять на результаты перформанс вашего теста. Поэтому, если вам нужны будут логи именно в контроллере, их надо включать. Потому что иначе у вас логов не будет. Здесь они автоматически включены. Поэтому RTS есть для скрипта и в контроллере и в Vugen. Мы, может быть, коснемся, но суть в том, что некоторые из них отличаются. Да. Я пока хотел показать то, что SyncTime там уже будет включен в троллере. Вот. Собственно, мы... Да? Мы выбираем. Да. Три раза. Три итерации будут повторяться. Окей. Поехали, посмотрим. Вот мы можем видеть, как прямо в нашем... визуально, как бежит наш скрипт. И слева, какие степы сейчас выполняются. Оп. Все. Пробежал. Вот. И мы получаем массу информации в наших логах. Также есть еще такая фишка, как снэпшоты. Сейчас я покажу. Вот. Снэпшот-навигатор. Собственно, мы выбираем любой из наших запросов. Неважно, какой. Вот. И мы видим бадди нашего реквеста. Бадди нашего респонса. Что нам ответил сервер. Вот. И, соответственно, все, что нас интересует. Причем можно настраивать в runtime settings, допустим, правило на то, что если вроде как Replay прошел успешно, но в респонсе не было какой-то параметра или какого-то там фразы, которая нас интересовала, то скрипт валится. И Vuegen сообщает о том, что респонс прошел, но ответ не такой, как мы ожидали. Вот. То есть это в runtime settings, но это уже как бы более такая глубокая настройка. есть у нас сейчас, 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 где это здесь. Content check. Можно дополнительно, что при этом пришел до кинца, и в кинцину разбирать, вдруг бачил какие-то ассеты. Да. То есть мы можем либо допустим. То есть мы можем его, скажем так, натравить по-разному. Натравить его на то, что это появилось или это не появилось. Или он прошел до конца, и мы увидим в влоге, что вот такое вот произошло. То есть все как бы прошло успешно. И в следующий от раза все прошло, оно все доедет до конца. Да. Да. Это возможно, да. Это вот. Особенно, когда вы цепочки ростов пишете, это очень просто делается. Плюс еще сильная сторона лодранера, я не поминали, он умеет автоматически менеджить куки. Причем достаточно неплохо. Ну то есть вот у нас, при том, что один из продуктов ростовый, там авторизации, подтверждение аксессуэлла кастомера, не кастомера, а пользователя, она там идет в пяти разных кукисов. И вот я на удивление с первого раза записал вообще без геморроя. Раннером он сам умеет менеджить куки. А если вам надо из них что-то забирать, вы еще можете с ними манипулировать. Брейкпоинты, конечно, безусловно. Здесь все функционал, фактически как в полнофункциональной IDE. Ну, почти. Надо было красиво сказать. Можно пустой, можно алерты, конечно. Натыкать алертов. Месседжбокс. Можно, во-первых, ставить брейкпоинты. Если вы хотите просто понять без брейкпоинтов, не тормозить его, а понять, докуда он дошел, докуда он не ушел, свалился, можно тупо месседжбоксом выкинуть. Ну, например. Это, конечно, не совсем IDE полноценно. Тут многого нет. Но есть вариант решения. Но есть форкараунд. А групповатные экшены можно? Ну, для этого создаются блоки. Как я показывал, в тех же runtime settings можно создавать блоки. Допустим, нам нужно проиграть какой-то сценарий. Это уже при проигрывании вы можете. То есть во время сценарий мы хотим проиграть, допустим, все, ну, полностью весь наш, да, центральную часть без init и end три раза и в каждой из этой части еще там по два раза какой-то конкретный экшен. То есть мы в центральной части создаем блок, в этот блок добавляем экшен и, соответственно, уже управляем сколько раз внутри этого блока этот экшен будет повторяться. То есть тут как бы, ну, давайте посмотрим. Это не вопрос. Вот RunLogic наше окно. То есть сейчас по факту у нас бежит наш экшен три раза. Вот мы можем insert блок и уже в этом блок добавить экшен. И для этого блока уже говоришь, что этот блок будет выполняться, допустим, ну, то есть вот здесь будет экшен и тут вот он будет выполняться энное количество раз внутри этого блока. Вот. Там можно процентами, да, раскидать? Да, там можно процентами раскидать. Там логику выполнения, там можно, ну, настроить очень гибко. То есть можно там, чтобы, да, действительно, 60% раз там одно выполнялось, потом другое, потом третье, и вот так вот такие запутанные запутки. Да, вот именно поэтому, то есть тут именно важна цикличность, чтобы, когда он ожидает, допустим, клика на какую-то конкретную кнопку, чтобы она там оказалась, а не чтобы я ушел куда-то далеко. И потом я просто, ну, то есть он пытается, допустим, засубмитить эту форму, а ее просто нет. Ну, то ему треба вкрыть, дочекать, что она вкрылась, а потом, что выкрылась. Ну, да, 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 то есть вот такое. То есть так же можно вкрыть. Так, сейчас мы его удалим отсюда. Вот. Ну, собственно, мы так уже много времени потратили. Сейчас я буду показывать уличную магию под названием True Client. Собственно, что она из себя представляет? Да, да, да. То есть этот скрипт пишется полностью с помощью UI. То есть никакого там вот такого, чего-то похожего на код там нету. Все пишется, все коррелируется само по себе. То есть он основан на веб-браузере, то есть он подрывает инстанс браузера и уже от его имени какие-то производят действия. Поэтому там ничего коррелировать. Ну, в всяком случае, коррелировать точно не надо. То есть население, де-факто, похоже только веб-браузере. Да, да, вот. Но с такой оговоркой, что надо понимать, что он подымает, да, каждый вьюзер подымает свой инстанс браузер. Соответственно, нагрузка на лот-генератор возрастает. То есть это не такой легкий весный скрипт, как скрипт чисто вебовский. Вот. Ну, давайте добавим в этот же, собственно, сюда новый скрипт. Вот. У нас есть два скрипта. True Client. Ну, на данный момент, да, два вида протоколов. True Client EE и True Client Firefox. Вот. Ну, я, пожалуй, запишу True Client Firefox. Вот. По понятным любым причинам. Вот. Веб. Назовем его WebTours. TC. Да. Create. И что мы видим вот внутри такого скрипта? Так. Вот. Мы видим комментарий и все. Мы, конечно, можем сюда написать все, что угодно. Вот. Но оно не будет работать и в этом не имеет никакого смысла. То есть True Client это, по сути, вот такая вот эта группа скриптов, которая отличается от классических скриптов loadrunner, которые мы видели в виде веба. То есть тут нужно переходить в режим development и уже в нем что-то производить. и все действия производятся в нем. Для этого здесь появляется вот такая, как большая кнопка develop script. Мы ее нажимаем и что мы видим? Сейчас. Опа. Открывается, собственно, инстанс нашего браузера. И у него появляется дополнительный барчик вот здесь вот, который представляет себе True Client. То есть, по сути, это просто браузер с аддоном нашего приложения. По поводу браузера. Интернет-эксплорер в данном случае используется тот, который у нас есть в системе. И подрывается он, и к нему вот этот плагин добавляется. В случае с Firefox, это полностью Firefox интегрированный в loadrunner. То есть, он есть в инсталляции loadrunner. И он чисто свой. То есть, если у вас нету Firefox на вашей машине, он есть здесь в loadrunner. А версия? Ну, с каждым новым релизом просто выходит новая версия. Мы обычно собираемся саппортить последнюю версию Firefox. То есть, на момент релиза мы берем последнюю, проверяем с ней и смотрим. Вот. Ну, что мы можем тут увидеть? Мы можем тут увидеть. А? Chrome. Вот скоро будет версия, где будет саппортиться Chrome. На данный момент у меня только Firefox и EA. Вот. Мы уже тестируем, так сказать, с Chrome. Вот. Собственно, вот мы видим то же самое приложение, те же самые наши телодвижения. Вот. Но я предлагаю сразу переходить к записи. Мы уже знаем, что делать. Итак. Нажимаем play. И все. Поехали. Что-то начало происходить. Сейчас мы не будем... А, сейчас мы вставим. Да. Вот мы переходим на наш. Вот. Сейчас мы не будем вставлять прямо здесь транзакцию. Хотя это тоже можно. Но я просто покажу, как это нас... Как мы это будем делать здесь. Ага. Так. Логин. Лайтс. Показали какой-то билет мы. Да. Да. Выбрали какие-то места. Что-то сделали. Вернулись. Отменили. Вернулись. А, подождите. А что произошло? Да. А я что не нажал? А, блин. Я тут балуюсь, оно ничего не происходит. Ну хорошо, ничего страшного. нет. Все, мы вернулись. Итак. Еще раз. Так. А, я play нажимаю. Думаю, что происходит. Е-мое. Я уже тоже устал. Итак, поехали. Рекордится это дело. Bounce. Итак, пишем наш пароль. Как мы видим, все сразу же появляется у нас вот здесь в скрипте. Логин. Заказываем билет. То есть, все действия происходят в билет. будет в UI. Вот. Вот. Какой-то номер кредит. Какий месяц. Так, все, билет есть. За. Так, все. Чекнули. Билет есть. вернулись обратно и вышли вот собственно все, мы записали все наши действия нажимаем стоп вот и вот как все они представлены естественно никаких корреляций, ничего у нас не выпадало, ничего ему не нужно есть просто конкретные степы, которые мы выполняли степы содержат кучу информации о себе допустим аргументы, что я вводил сюда и теперь мы можем проверить риплы нашего скрипта давайте добавим транзакции как тут добавляется транзакция то есть мы выбираем вот мы смотрим, что мы делали на этом опять-таки мы тоже можем ставить брейкпоинты чтобы остановиться на каком-то из степов здесь точно так же, то есть все просто вот мы вводили наш логин, наш пароль и потом кликали на кнопку логин собственно нас интересует именно как мы вот эту вот всю радость кликали поэтому в транзакцию логин мы обернем именно только это действие и собственно на этом же степе эта транзакция заканчивается нажимаем закончить транзакцию вот она автоматом вот мы обернулись в транзакцию вот так она все супер красивенько выглядит вот теперь транзакция выполнения нашего заката тоже назовем ее booking 2 допустим чтобы мы видели далее в сценарии что это другая транзакция так reserve lights мы вот заполняли все делали buy lights вот вот здесь вот мы закончили то есть вот buy lights button мы нажали вот это вся полностью транзакция опять таки если нас интересует именно сам процесс вот именно того момента когда мы сколько времени отклик системы на то что мы уже все заполнили и отправили то мы тоже оборачиваем только buy lights вот ну и где-то у нас тут было это у нас cancel то есть мы отменяем наш транзакт наш билет и remove lights вот окей все и еще sign off давайте sign off вот вот мы разбили опять таки все точно так же на транзакции как у нас было до этого и попробуем проиграть скрипт то есть мы ничего не коррелировали ничего не параметризировали посмотрим как он проиграется вот сейчас нам будет просто видно все наши буквально действия которые мы производили вот вводим плагины пароли заходим выбираем город вводим нашу информацию так-так-так-так сейчас-сейчас-сейчас вон пройдет все это дело все есть билет заказан ну да потому что мы ну то есть это опять-таки все связано с этим сниктаймом и прочими настройками вот собственно вот так вот казалось бы по сравнению с тем что было вот так вот легкой легким движением руки скрипт превращается вот в это собственно что мы тут еще можем сделать опять-таки нам бы все-таки хотелось бы параметризировать те города и места которые мы тогда изменяли поэтому мы возвращаемся в loadrunner то есть мы можем делать все это параллельно да у нас включен режим девелопмента но мы можем возвращаться и делать какие-то настройки вот здесь вот мы смотрим где находится наш скрипт ну по сути это даже конечно не важно где он находится просто удобнее копировать вот эти файлики с параметрами которые у меня были заготовлены прямо в этот скрипт ну в папку со скриптом то есть по сути тут же можно выбрать любой вот те же самые параметры вот они у нас тут мы их создаем вот и новый параметр вот вот они у нас есть они есть у этого скрипта собственно то о чем говорили ребята здесь можно добавлять степы evaluate.js и на JS писать какие-то код какие-то проверки вот но мы точно не будем я покажу допустим простейшее использование JS допустим вот мы смотрим мы выбрали да где где вот допустим arrival city да вот мы выбирали да то есть я не выбирал город departure city поэтому ничего не здесь мы это не записали то есть стоило допустим было бы лучше если бы я допустим выбрал ну неважно это не суть то есть вот мы смотрим аргументы и аргумент собственно портланд вот мы хотим получить параметр соответственно есть готовая функция на JS которая мы можем сюда написать вместо портланд мы можем написать ttc.getparan вот и ввести имя нашего параметра а параметр этот будет city вот я скопирую эту строчечку вот окей то есть в аргумент будет просто вызываться вот тот самый наш параметр city и будет вести себя так как мы задали вот здесь вот в лодранере да здесь здесь тоже стоит city сказать чтобы он менялся каждую есть параметр city ну давайте да подсказываешь мало времени поэтому другие мы не будем то есть другие меняются точно таким же путем точно так же все настраиваются ну и вы можете на самом деле еще если вы выбираете прямо с ui ну прям вот со страниц можно кликнуть элемент да да но это как бы просто что на самом деле не обязательно знать загадочную функцию tts.com там что то там в принципе больше что в client большее часть действий доступна вам ну визуально это вам дыка да здесь опять-таки те же самые вейты может уже на джессе какие-то написать то есть просто есть такой степ вот здесь есть новоксик вот здесь еще дополнительные функции которые можно вставить между степами есть эволюет javascript вот и на джессе здесь можно писать все что позволит уже фонтан я честно говоря не скажу я не знаю это не мой протокол если б был наш алекс вопрос о том что можно ли селениву москвик мы пробовали теоретически там теоретически можно но сталкиваешься с проблемами что он не работает так даже вообще может а вот драйки ключа тут дейф и слипу шли посылали да что-что бейкин 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 Он запомнил слово «плохо», но как и не «плохо». Зависит от типа скрипта. Если мы говорим о HTML скрипте, который мы первым писали, то тут все упирается исключительно в объем оперативной памяти вашего лод-генератора. К примеру, у нас обычный лод-генератор – это машина, на которой 24 гига оперативы. Конечно, да. Лод-генератор может быть сколько угодно. Еще раз. Теоретическое ограничение – это было 65 тысяч пользователей на один лод-генератор. Это то, что зашито ограничение со стороны софта. А со стороны лод-генератора ограничение – это ваша оперативная память. Я же говорю, на лод-генераторе с 24 гигами нормально бежит 5-6 тысяч юзеров в HTV. И по поводу еще вейт-функций. Ну, труба этого только не будет. Андрюха подсказал, что вот они, оказывается, здесь есть. Я с ними не так сильно знаком. То есть можно вейты ставить прямо здесь, вот, в ELITE. На мобильные девайсы так само можно? На мобильные девайсы так само можно? Ну, что, что-то подобное, но я не могу. Точно такой же, только больше на другом. Если клиенту стоит не называть. Вы можете, смотрите, как. Вы можете, вариант первый, лод-генератор. Лод-ранер умеет работать как прокси и при этом записывать нагрузку. То есть вы можете дать клиенту, если ваше приложение мобильное поддерживает работу через прокси, вы забиваете в вашем приложении машину с вьюджином, да, как прокси, и он даете вашему, я не знаю, кастомеру, и он клацает на вашем мобильном приложении. Все, что он хочет, это пишется. Почему мы эмулируем эту нагрузку? Да, если интересно, то вот смотрите. Но записать вот в таком, в другом, у нас не получится. Нет, у нас есть, у нас есть, да, но там нужны эмуляторы. Там нужны эмуляторы, вот, например, вы пишете эмулятор. Если вы хотите записать в классический веб, допустим, тоже с мобайла, вот через прокси, как говорит Андрей, то, соответственно, можно, где тут наш, вот этот веб-пурс, при записи, да, вот мы тут выбирали интернет-эксплорер, вот здесь есть несколько опций. Remote Application via Load Proxy. То есть, loadrunner, включая свой прокси, он работает на порту по умолчанию 4 восьмерки, вот. И, соответственно, вы в качестве прокси настраиваете на своем девайсе, и все идет через него. То есть, если устройство, допустим, либо на Linux, либо это мобилка, либо на Mac, то есть, вы не... Но вы хотите записать именно с этого конкретного устройства, то вы можете использовать прокси и записать через него. Вот, собственно, это вот так вот делается. А, какие-нибудь другое питание, ну, скажем, какие-нибудь, за разы, как бы, в разы, да? И нижка, и Firefox. И одной оськи, правильно? И одной оськи. Для классических скриптов мы можем писать и через Chrome, и через Firefox. То есть, если я хочу сценарий, например, для одного браузера, то есть, может быть, сценарий для других, чтобы конвертует ее, я бы... Да, то есть, есть, как бы, допустим, при рипле нашего скрипта, опять-таки, в рантайм сеттингах, есть такое окно, как браузер эмуляйшн. Вот, и тут мы уже выбираем, что нас интересует. Единственное, я не знаю, чем закончится, если у вас, ну, приложение ведется по-разному в разных браузерах, чем закончится попытка записать в одного, проиграть в одного. Это, в общем, это тоже, в принципе, мы не знаем. Ну, да, ну, да. Если приложение генерирует специфичные элементы, в зависимости от грамотства. Так, ну, собственно, я не знаю, у нас... Сейчас, сейчас, еще один вопрос, быстро. Мы используем приклад для тестования API-керестовской, и мы кидаем случайный гет-кол, например, в скрипте. А если у меня не поменялся респонс на этот гет-кол, то мне нужно перезаписать скрипт, чи я, может, десь, какой-то экспертный... Если вы этот респонс нигде не с чем не ассертите, то нет. Не надо, ассертить это в среднем скрипте. Если вам надо. Ну, не всегда надо, потому что, в принципе, обычно респонсы на геты проверяют функциональные крии, а вы продукт, все-таки, уже обычно получаете, ну, хотя бы через полутора, но после них. И мы предполагаем, что то, что дошло до нас, оно функционально уже спеки соответствует. Наши выпадки вы выдали и функциональные, и перформанские. Да, но тогда вы сначала будете функциональными, и, возможно, и не с помощью вьюджина, а вот потом уже перформанские. Не всегда нужно, это можно просто проще сделать не в лодранере. Я не знаю, просто, какие вы инструменты используете для функционального тестирования роста. Да, а потом уже вьюжном пользоваться, зная, что у нас работает. Ну, да, юфти, например, если, опять же, от Хюллит Паккарда есть, опять же, отличный продукт для функционального тестирования. Важно, в контексте этого видео, то, как же, не у меня ни одного ассершена, видео ориентуется только на, например, приторный код, 200 км. Да, 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 и, опять же, вы можете сказать, реагировать, не реагировать. На самом деле, можно глотать любые ошибки и бежать дальше. Вот, давайте быстро попробуем создать какой-то сценарий, чтобы хотя бы видно было, как он работает. Вот, то есть, у нас есть два скрипта, сейчас мы можем создать с ними сценарий. Мы настроили, как они будут работать, как мы хотим. То есть, вьюжн занимается именно моделированием поведения вот одного конкретного вьюзера. Вот, а теперь нам нужно запустить вот то самое стадо вьюзеров, которые... Да, то самое стадо оленей. Вот, ну, я не знаю, стоит ли вам, есть еще такая, допустим, функция, как рандеву, я хотел рассказать. Вот то, что говорил Вова. Но, на самом деле, делается все просто. Давайте условно скажем, что мы хотим, чтобы наши все вьюзеры в один момент начали нажимать, начали букать наши билеты. Вот, и нам интересно, как себя поведет система. И, соответственно, есть... Ну, можно написать руками функцию, но можно написать insert и выбрать рандеву. Вот, и называть ему как-нибудь start booking. И все, теперь все юзеры, которые будут ранить вот этот скрипт, всех юзеров, которые будут имеллировать этот скрипт, они все в этой точке, пока они все стартуют, они все пройдут в момент регистрации, они перейдут на эту форму и остановятся. И будут ждать, пока все, кто ранит этот скрипт, ну, дойдут до этой же точки. И потом все дружно начнут букать наши билеты. Ну, это такая тоже полезная фича, как бы поведение нашего вьюзера. Ну, кому-то может пригодиться. Вот, все. На вьюзене больше мы не будем останавливаться, потому что... Вот, контроллер. Контроллер, вот, при первом запуске мы выбираем наши скрипты, добавляем, которые мы хотим. Вот, либо можно вызвать контроллер из вьюзена. Ну, то есть, ты записал скрипты. И вот сразу ответ на ваш вопрос по водоселению. Вроде бы, я вспомнил. Смотрите, здесь вы можете гонять... Не, не оставим, тут. Ладно. Там вариант выбрать водранер, скрипты. А можно было юнит-тест их туда запихнуть. По плагинам. Да, во-первых, нужен плагин, во-вторых, не все юнит-тесты. Ну, можно. Ин-юнит, по-моему, можно. Ин-юнит точно можно. Ну, если мы поднимаемся с вышеселениями, с исселением вы можете получить, ну, вид-факт, вы получаете ин-юнит-тест. Ну, то есть, их можно запихнуть, место сразу, вместо скриптов сюда. Ну, попробовать. Вот, по идее, там будет все работать уже с короткой. Просто с исселением, ну, можно было бы интендовать, например, начали юнит-тесты по креативанию, типа, реальных юзерей через веб-клубу, а потом подключение, например, украсывания этих юзерей для того, чтобы новина теста уже будет. Ну, да, но... Ну, я знаю, что просто... Ну, вот у меня, какой есть обычный ликтейшн, мне нужно очень много юзеров. Все, что не HTTP, а HTML, оно реально тяжеловесное. И у меня просто нет таких даже генераторов, которые потянут моё количество юзеров, если это не HTTP скрипт. Поэтому я упираюсь обычно в это. Возможно, то, что вы говорите, тоже возможно сделать... Самый простой вариант вот так, для начала. Добавить просто юнит-тест на место вот раундом скриптов. Так, вот, в общем, вот так вот выглядит наш, собственно говоря, вот этот самый шеф-дюлер. То есть мы видим окно со скриптами нашими активными, да, которые будут присутствовать в нашем скрипте. Видим, как он называется. Видим, какие лот-генераторы будут использоваться. То есть, как говорил Вова, лот-генератор может быть на той же машине. То есть, когда мы ставим контроллер, по умолчанию к нему идёт лот-генератор. На этой же машине он обязательно идёт. Поэтому в качестве лот-генератора мы можем использовать и в том числе и localhost. То есть, допустим, выбираем, добавляем какой-нибудь лот-генератор. Окей, и проверяем connection, что всё хорошо. Вот он работает. Замечательно. Также в качестве... есть установка и инсталляция лот-генераторов на Linux. То есть, отдельный, stand-alone. То есть, если вы не хотите... у вас много машин, вы, естественно, не хотите покупать на них винду, но хотите гонять тесты, то, пожалуйста, можно поставить Linux-версию, но она не поддерживает всех протоколов, которые... ну, то есть, всего этого спектра протоколов. То есть, как уйдёт панк продукту, и вы можете посмотреть, какие он поддерживает, а какие нет. Но, опять-таки, для удешевления, то есть, есть такая возможность, можно действительно поставить на Linux, есть инсталляция на Linux лот-генератора. Вот, давайте попробуем подконнектиться, вот у нас тут есть в лаборатории. Ещё лот-генераторы попробуем подконнектиться и посмотрим, что он нам скажет. Не лежат ли они нынче. Окей, и пробуем, смотрим, смотрим, смотрим. И успех. Ну, вот, как мы видим, Windows 7 стоит на этой машинке. Вот, собственно, она готова нагружать наше приложение. Ну, и вот здесь вот мы выбираем, какие лот-генераторы. То есть, мы можем выбрать все, то есть, чтобы гоняли этот скрипт, либо какой-то один, допустим, да. Ну, пусть этот будет localhost, а второй будет гонять наш второй лот-генератор. Вот, всё, у нас есть скрипты, мы определились, какие лот-генераторы будут их гонять. Теперь перейдём к количеству юзеров. Опять-таки, есть разные режимы. Вот видите, здесь окно процентов. То есть, всё, что мы зададим в этом расписании, то есть, допустим, мы зададим 10 юзеров, значит, 50% из них будет выполнять вот это, а 50% вот это. Естественно, ну, это можно поменять и, там, говорить, что из этих 10, там, я хочу, чтобы 3... Ну, то есть, указывать конкретные цифры. То есть, не в процентах какой-то, а просто конкретные цифры. Вот, ну, не будем пока на этом заострять внимание. Вот, что нас интересует. Вот, собственно, наши шедуля. Мы нажимаем double-click и мы видим, что мы здесь можем выбрать. Мы можем выбрать, сколько юзеров мы будем ранить, как они будут подниматься одновременно или, допустим, 2, каждое, там, какое-то определенное время, ну, каждые 2 секунды, да. Я выбираю минимально, там, 2, то есть, по 2 юзера на каждый скрипт, чтобы просто сейчас показать, как он бежит, как всё это происходит. Окей, всё, нас это устраивает. Два юзера, то есть, 4 юзера поднимаются по 2, каждые 2 секунды. Мы можем либо закрыть окно и перейти вот сюда, либо нажать next и выбрать duration. То есть, мы либо можем задать run until completion, то есть, просто он выполнится, этот скрипт, и всё. И он, согласно той логике, которую мы задали во вьюзе, он выполнится, и всё. Юзер остановится, и, соответственно, лот-тест закончится. Либо мы просто задаем время, и всё то время, которое он будет раниться, будет раниться вот этот вот самый экшн. То есть, если мы задали реально вот в скрипте, да, что мы его пораним 3 раза, а здесь, ну, эти 3 раза там ранятся, ну, сколько, ну, пару секунд, а реально нам нужно прогнать его несколько часов, то он будет, естественно, не 3 раза повторяться, он будет повторяться столько раз, пока не пройдёт вот это вот время. Вот. Ну, или run until completion, когда просто пробежит, все свои действия выполнит, остановится, и всё. Вот. Ну, я выбрал 30 секунд, как бы, минимально. И как мы будем останавливать? То есть, мы будем их логофить по очереди или по одному. Ну, я выбрал всех сразу, simultane, если ты же, все, вот, по истечении 30 секунд, чтобы они останавливались. Нажимаем окей, вот, и переходим во вкладочку run. Вот, собственно, run, это здесь будет показываться вся наша информация по поводу нашего run. Здесь мы будем видеть скрипты, состояние вьюзеров, здесь мы можем посмотреть состояние по каждому из юзеров, и вот это те самые онлайн-мониторы. Собственно, как только мы зараним скрипт, мы, нам все доступные мониторы здесь будут подсвечены голубым цветом, и мы можем выбирать, что мы хотим сейчас видеть. Но эти мониторы несут на данный момент просто какую-то информационную функцию. То есть, они нам, ну, не особо интересны. То есть, просто вот мы хотим видеть, что сейчас происходит. А сами результаты мы уже будем видеть в анализе. То есть, все, что происходит на этих мониторах, никуда не записывается. Оно просто есть, это для отображения, для того, что ты увидел, а вот оно так произошло. Ну, на самом деле записывается. Ну, понятно, что оно все равно, мы увидим это в анализе. То есть, вы получите в анализе все данные с мониторов за все время теста. Любой момент теста вам доступны все данные со всех мониторов. То есть, они не то, что онлайн, вы их видели, и они исчезли, они исчезли. Вот, ну, стартуем наш сценарий. Вот побежали, вот они пытаются что-то делать, вот инициируются наши бьюзеры. Вот они готовы, и вот они бегут. Сейчас пойдут мониторы. Если вы помните, то вот в этом скрипте мы задали рандеву. Соответственно, после того, как они все инициируются, они должны перейти не в ранг, а в состояние рандеву и ждать пока. То есть, один, ну, я не знаю, их, правда, мало, конечно, может, мы этого и не увидим даже. Ага, вот он пробежал. А, все, 30 секунд прошло. Не успели. Мы просто не увидели. И он же это, а потом увидим. Да, это было рандеву, да, и они... Вот. У нас сверху, в верхнем, есть состояние, собственно, я начиная вот инито. Вот они. Да, то есть, вот они поднялись, вот они ждали, 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 баунцы пошли дальше. То есть, вот, опять-таки, да. Вот, и тогда они уже пошли все вместе. Вот, ну, собственно, вот это был лот-тест. Вот так вот он выглядел у нас. Ну, соответственно... Да, да, вот там вказано два. Гоул-ориентейтед сценарий, то есть, когда он запускает по достижению заданных каких-то, будь, SLA-параметров, то есть, вот он достигает загрузки в 100%, да, за сервер. Ну, я не уверен, что он сможет добавить ещё один... Да,ё, что он может, это просто повышать, допустим, нагрузку. Генераторы журналисты не вышли. Да, да. Но нужно подключаться? Нет, я думаю, что такое невозможно. Да. То есть, я с такими точно не сталкиваемся. То есть, он может, единственное что, он может повышать нагрузку, пока не упрёрётся в какой-то потолок, который вы задали. Либо пока не упадёт. И тогда баунцы, и вот тогда может... Ну, тогда это вручную придется делать. Ну, то есть вот он достиг, бам, упал. Ну, все, тогда пробуем на другом. Даже перформансентр такого не умеет. Он умеет вначале перебирать ваш пул от генераторов и контроллеров, если с ними что-то случилось, что вам не надо было руками выбирать рабочий, или не занятый. Но вот в процессе теста, средствами точно встроенными водранера или перформансентра, я не знаю, как это сделать. Наверное, что-то дописать можно снаружи, какую-то автоматическую тубзу, которая будет шкатывать вместо тебя. Да, с помощью UFT вы можете тестировать. Внутренним спросом нет. Такую задачу не решить. Все графики и кип-былуходимки. Ну, и кампус-логи с бонусом. Можем мы с обратным CPU-лод? Конечно. Смотрите, с Windows-системы вы можете собирать все, что доступно в перфоне. Ну, перфонс-мониторий, Windows. С Linux вы можете собирать все, что доступно юзеру. Всю статистику, которая доступна юзеру, которого вы имеете. То есть, стопа, анинксового вы не сможете собирать. Да. А еще вы можете подключить сайдскоп. Это еще один продукт. А, нет, на самом деле, если вы посмотрите, там будет список мониторов, которые доступны. MS SQL, Oracle, Windows, Linux. Ну, извините. Ну, здесь они, может, не все. А, ну, все, 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 да. Это все, что доступно встроенным средствам лодрана. Ну, тут у меня есть такой, например, так что у нас стоит на Linux и Apache. Да, я хочу, например, по HTTPD процессах подивитись. То есть, сколько их видно, то какие у них... Вам будет доступно при... Ну, я не знаю, как это в режиме самого лодрана. В перфоманс-центре. Ну, это та же база, другой UI. Там у вас доступно при выборе. Вы можете выбрать для... Ну, вот Windows, Unix, SNMP, да. Ну, то есть, это не проблема. Проблема может возникнуть, если вот... Какой из опыта. Если у вас под Windows, например, бежит... Я не знаю, как это в Linux, бывает, не бывает. Под Windows, например, бежит у вас три инстанса Java приложения. Они все светятся как Java. Вот. Вот тогда, возможно, это будет... Да, надо шамалить просто передавать имя при старте. Чтобы он не Java бежал там. Вот, допустим, да. То есть, если мы хотим вот с localhost'а, да. Вот мы сейчас, например, Windows ресурсы мониторов покажем. Вот. Мы добавляем measurements. Добавляем хост, который мы хотим мониторить. Localhost. Localhost. Окей. И тут нам выпадает просто вообще сумасшедшее количество. Это все нам не интересно. Давайте все это поудаляем. Да, чтоб какие-то... Только то, что у нас... Окей. Вот. И сейчас он пойдет их мониторить. То есть, мы даже без того, что ранится сейчас скрипт... Сейчас мы... Да, вот они пошли. Этот total мы собираем. Точно так же можно собирать Per Process. Да. И создает имя Процессор. Как что до аллергии, например, Мы запустили, например, Тришколы. И... 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 Налаштовать аллергик. 99%. Висылается CPU. Висылается на мою милу. И какие-то аллергии. Нет. Это... Ну, мы это, как бы... Тришколы. В том числе под это. Она собирает все, что угодно вообще. Все, что можно собрать. Она интегрируется с лодранером. И она будет в треш-холу там... Висовать аллергии на почту. Там чуть ли не смс. Ну, вот она это все у меня. Ну, она тоже платная. Сейк. Ну, я... Слышишь эти слова? Триал? Триал? По-моему, Триал. Можно. Можно. Однозначно можно. Ну... То есть... Получаешь полный функционал. Единственное, что ограничение идет на количество бьюзеров. Ну, здесь вообще... Здесь это не триал. 50. А? 50. То есть для маленького приложения... Сайтскопия наверняка триал по времени. Ну, я... Он более... Более мощный от узака. Там наверняка не такой триал. Вот. Собственно... Но, как бы... Опять-таки, тоже... Если, допустим, можно заказывать юзеров в облаке. То есть ты можешь заняться разработкой скрипта. Все это время на бесплатное приезжание. Потом на какое-то время арендовать эти там... Вот генераторы или... Какое-то приложение в облаке. И чисто прогнать текст. То есть только на время... Еще можно купить юзеров не навсегда здесь. Да, да. Купить pure days. Ты... Знаешь, тебе на день нужно 100 тысяч юзеров. Ты на один день их покупаешь. И все. Я не знаю, сколько они стоят. Но сильно дешевле, естественно, чем покупать. Да. Ты можешь покупать на дни. Ну, да. Вот. Собственно, мы, естественно, никаких результатов не собрали. Вот. Поэтому я вам покажу один из кастомерских результатов. Уже один. Потому что времени не остается. И там мы посмотрим мониторы. Ну, вот так вот выглядит окно анализиса. Я не знаю, что на чем тут стоит заострять внимание. Сейчас покажу вам результаты. где-то тут был кастомерский результат. Такой интересный. Вот он. Вот. Собственно, результат представляет собой просто roll data, которая была собрана просто с серверов. Сейчас при открытии резалта создается сессия loadrunner. Ну, loadrunner analysis. С которой мы уже можем там открывать всевозможные графики, коррелировать их, сравнивать между собой, там, отключать какие-то параметры. То есть, проводить, скажем так, анализ визуально. Ну, то есть, все возможности на облеты выдают. То есть, вся информация, которую мы собрали, она визуализирована. И мы можем что-то с ней сделать. И генерить репорты. Ну, и, соответственно, да. То есть, по каждому графику можно генерить репорты. Какой-то summary от себя писать. Ну. Какие нужно есть акс-кульптуру репортов? Какие там шоу важные? Ну, вообще, я сейчас покажу. Можно в PDF, можно в Excel, можно в Word. Ну, там два десятка информации. Реально, самое красивое в PDF. Вот в PDF. Все, что ты тут наваял, в PDF-ку можно запишнуть. Очень можно. Вообще, как бы, из-за практики кастумера лучше давать PDF-ку, чтобы он там руками ничего не поменял, а потом спросил тебя, он случайно поменяет тебя, что это такое? Лучше в PDF-ку. Что, зачем надо взять? Вот, сейчас он сгенерит комплектацию. У нас графики открылись. Вот, то есть, открывается по умолчанию какой-то стандартный пул графиков. Он тоже настраиваемый. То есть, можно задать любой темплейт, какой тебя интересует. Там те графики, которые тебе нужны. Вот. Я добавлю сюда еще один график. Вот те самые Windows-ресурсы, которые мы тоже писали. Да. Неизвестно, кстати, это Windows-ресурсы. Ну, скорее всего, видно. Оп. Убирался. Там несколько. Вот. Вот так вот он выглядит. Различные ресурсы. Это не то, что мы сейчас писали. Да, это не то. Это кастум-рескрезал. Тут он 36 минут бежал. Было 300 вьюзеров. Да, 323. Вот они все. Вот как они поднимались у него. Как они почему-то упали. Вот, да. Собственно, мы можем увидеть, то есть, если мы, скажем так, ну, скорее всего, упали. Ну, не знаю. Вот. Ну, потому что… Не знаю, сценарий по результатам сложно делать анализ. Ну, да. Ну, просто вот если, допустим, сравнить два графика, да, то есть, мы видим, что вот… Это transaction response time. А. Ну, да, вероятно, сего он там… То есть, вот, время ответа транзакции ушло наверх, и вот они… А можно анализовать лоб целого месяца? Лоб чего? Лоб? Приложение? Ну, это лоб… Бывало с кислородом скриптой. Легисоменса в сэмпаву. Убрать не было. Наверное, нет. Если честно, я не совсем увижу в этом смысл, но нет, нельзя. Ты можешь привязать свой лоб-приложение, если тебе надо, а что ты хочешь получить со скрипта? Ну, вот они бежали, мы знаем, какая транзакция, в момент пыталась выкупиться. Вот. Потому что мы видим на графике какая-то именно транзакция. Вот. Мы видим, ну, конкретно в этом случае я четко вижу, что, короче, он поднял, вышел на свои 300 юзеров, там две минуты пробежал, нормально справился, а потом, ну, надо еще добавить, конечно, ресурсы посмотреть, а видно, что… Ну, да. Ну, вот смотри, вот процессор вот пошел наверх. Как-то причина, чему. Может быть и перформанс, и еще… А может быть и просто интернет-сэророчер… Ну, логи… Тут скорее полезнее логи приложения тебе, чем логи твоего скрипта. Скрипт тебе ничего… информации никакой не даст, по факту, в этом случае. А вот логи твоего приложения, да. Да. Да, тут есть, по-моему, да. Request per second, да, hits per second… Да, да, тут есть. Ну, то есть, опять-таки, все, что мы умеем, то есть графики, давайте смотреть. Есть web resources, есть retries per second, responses per second, да. Вот hits per second, да. А то, что, кстати, вы спрашивали, может быть, вам поможет там, можно посмотреть, в какой момент возникли и какие ошибки. Он умеет рисовать графики по… Да, то есть… 100 ошибка появилась в этот момент, столько-то там… В принципе, я бы, например, дал… Респонсив. А тут… Реальность… А? Реальность… Нет. Он чисто собирает информацию. Ну, и причем, по-моему, даже средства loadrunner, вы, наверное, не знаете… Можете вставить дозу экскурмал файл, Респонс, наверное… А то, что нам показывали, вот, в самом площадке, там, логи… Это… Ну, логи… Они, по-моему, люди не сохраняются, да? Ну, в сессии не хранится логи, логи могут… Да. В юджине, наверное, в одном ходе вы можете… В резалте, в самом резалте, в файле, вот, вот, ролл дати, который мы не сохранили в анализе… Я понял. Там логи какие-то есть. Ну, либо… Либо, если он у вас… Понимаете, если вылетает ошибка, логи можно сохранить в одном юзере, когда в юджине они бегут. Ну, это, как бы, не прикольно, потому что это не performance test, на самом деле. Вот. Это, опять же, такой, псевдофункциональный тест. Там можно… Респонсы здесь уже в ранних сценариев не сохраняются. И, по-моему, да, они, типа, онлайн, там, если сверяются… Ну, предполагается, что, опять же, у вас есть логи вашего приложения, и в момент, когда оно упало, вы не будете анализировать уже. Правда, это ваша. Ну, дэвусы сегодня… Конечно. Ну, а больше некуда смотреть. Вот. То есть, естественно, я просто… Ну, я смотрю момент физического времени, когда оно упало, выдираю кусок лога в плюс-минус 20 минут. Ну, 20 плюс не надо, то есть уже упало, понятно как. Ну, просто может потом снова подняться, если хорошее приложение. И уже анализируем те логи. Те логи, логи garbage collector, если это Java, очень полезная штука. Ну, просто. Это даже отдельно не от нас, если это, блин, неделю можно рассказывать, как по логам garbage collector, как его тюнить и как по логам garbage collector, 70% проблем с приложениями Java-приложений с приложением совершаются тюнингом garbage collector. Вот вообще. Даже переписывать вот не надо. Вот. Вот тоже очень полезно. Откуда можно взять инфу. Отсюда не возьмете. Наверное, даже и не надо было никому это просто. Мне так кажется. Вот. Ну, собственно, что тут еще? Ну, как бы графики мы увидели. Я могу показать, как, допустим, репорт выглядит примерно, да? То есть вот мы открыли график, и мы добавили какую-то информацию, мы, допустим, создаем какой-то репорт. Есть темплейты там с какими-то таблицами, со всеми, естественно, графиками, включенными в сессию. Здесь мы можем добавить информацию о себе, добавить какой-то summary и, допустим, сгенерим репорт, чтобы все увидели. Ну, да, понятно. Там, на самом деле, можно настроить такие... Надо один раз посидеть, настроить один темплейт, и потом зато за две минуты фигачить. Еще мы можем там тюнить как содержимое, так и вид его там разные. Настраивать все подряд в этом темплейте. Вот так вот он выглядит. Это стандартные темплейты. Вот, собственно, есть какие-то разделы, таблицы информации. Ну, то есть, да, я не знаю, о чем это вам скажет, но они есть, да. То есть это надо настраивать под себя, и как это... То есть, видите, ничего не делал, учили 13 страниц, которые можно дать каструю. То есть даешь каструю, и я говорю, вау! Вот, что я делал. У вас еще вопрос. Результатом, в целом, будь-якого перформанса, это нужно взять это и потом вырешить, ну, так вот, поправить эту проблему. Как на результатах перформанса вы потом можете, например, анализовать ваши проблемы? Чи это, например, был какой-то SQL, кривий скеркинг, или это кривая UI? Я понял. Давайте так, вот у нас, блин, я очень быстро посмотрел. Есть как минимум errors. Ну, стандартный алгоритм какой? Вы нашли проблему в тесте перформанса, сбежало много юзеров. Вы видите, что ничего не падает, но в принципе перформанс не падает. Окей. Ну, во-первых, посмотрим такую банальную ситуацию, у вас конкретная транзакция стала хуже. Ну, вот здесь эта транзакция, не SQL транзакция, а вот эта транзакция стала хуже. Вы после этого, обычно, какой он говорит? Окей. Выделили транзакцию, с данным какого на скрипте. Берем этот скрипт, запускаем его в сингл-юзер режиме, его одного. Смотрим, воспроизвелась ли проблема на одном юзере. Одна, если воспроизвелась, вам повезло, вы включаете все доступные вам логи в вашем приложении, включаете профайлинг в базе данных и смотрите, ну, и опять же там, сделаете одного юзера одну эту транзакцию, выдираете все эти логи, смотрите, может, это открывает SQL, может, поменяли что-то в вашем second layer. Вот так. Если она в одном юзере не воспроизводится, дело хуже, но тогда то же самое, только гораздо больший объем информации придется перелопатить. Вы прогоняете сценарий, до того момента, где вам хоть там, пусть 15 минут с плохой производительностью. Да. Выявляете проблему, опять же, выдираете все логи, либо параллельно можно, в принципе, попробовать попрофайлить само приложение профайлером и посмотреть на ход спорта в этот момент. Это тоже вариант. У вас, естественно, при профайлинге будет производительность хуже, но в данный момент вас не интересует, вам главное посмотреть, что происходит. Ну, здесь и в двух словах. Вот. Ну, собственно, у меня, пожалуй, все. Вот. Я не думаю, что у нас уже на время подходит. Можно было еще много, куча всяких фич рассказать, но это уже такое пользовательство, то есть основное, какой-то main flow. Самое главное, что мы поговорили там, как записывать скрифты. Вот. А как уже анализировать? Ну, тут уже опыт. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok